всем привет добрый вечер сегодня мы порешаем задачи про матрицы но не только задачи мы просто поговорим про матрицы начала и в рамках разговора пришли дочь посмотрим все у нас в порядке но чат появился здравствуйте ну можем начинать в каком-то смысле сегодня будет что-то вроде эксперимента специфического такого я тоже вижу листочек задачи с которым мы решать впервые до этого я не смотря его попробуем посмотреть сколько задач получится решить сходом вот ну а до этого эксперимента я пробую рассказать то о чем хочу рассказать какую-то такую теоретическую часть про матрицы кто они такие зачем надо в большей степени на самом деле почему это удобно а потом зачем-то надо ну давайте попробуем попробуем начать разговоры начнем мы с систем линейных уравнений скажем пусть есть перед нами какая-нибудь система но мы сегодня порешаем системы линейных уравнений тоже в том числе а пока пусть у нас есть какая-то абстрактная система часть я гляну если листочка до листочки полно всех систем уравнений ну давайте тогда прям сразу на конкретном примере посмотрим просто есть куча систем уравнений давайте возьмем задачу для начала 2а но не будем решать ее непосредственно как здесь предписывают условия решить систему методом крамера а просто посмотрим на ее примере как возникают матрицы и зачем они нужны так сейчас не надо понимать насколько я могу далеко уходить чтобы не завязать на чат это тут да так ну поехали значит x минус 2 y равно 1 2 уравнение 3x минус 4 y равно 7 и вот такая система уравнений перед нами есть вроде систем уравнений безобидно и вроде мы таких уже нарешались до таких системы уже кучу нарешали еще начиная или класса седьмого в чем как бы прелесть заново рассматривать такие вещи возникает естественный вопрос так но мы посмотрим теперь на такую систему уравнений и вообще на системы линейных уравнений с немного другой точки зрения мы попробуем понять какие методы можно было бы попытаться разработать для решения систем линейных уравнений если в них очень много например неизвестных очень много уравнений но понять что такие методы удобно смотреть сначала на простых системах вот давайте посмотрим эту систему уравнений как бы мы ее решали на самом деле да но мы например что можно было бы делать например можно было бы складывать уравнение с какими-то коэффициентами мы умеют такие штуки делать там даже целый метод это был кажется в 7 классе это называлось типа через метод сложения уравнений так решать да можно было умножать уравнение на какие-то числа так чтобы потом первое это можно здесь умножить на минус 3 и сложить со вторым так чтобы в этой сумме x уничтожился да перед ним стать нулевой коэффициент и он выпадет из того уравнение которое мы получим на выходе тогда в этом ранее станет только лишь игре него останется выразить и можно будет подставлять результат для игрека в эту систему находите x то есть это понятный метод да нам давно известный метод сложения но что по факту происходит при этом при работе с этой системой уравнений в рамках метода сложения но мы умножаем первое уравнение на 3 давайте намножим его на минус 3 например просто пока доможем на минус 3 минус 3 x плюс 6 y равно минус 3 а это уравнение оставим как было 3x минус 4y равно 7 и по большому счету мы понимаем что на самом деле мы же умножали то когда уравнение нажали на минус 3 мы переписываем результат этого умножения но на самом деле x и y в каком-то смысле здесь болтаются просто да они унаследовались вот отсюда то есть эти x и y они просто ну как бы типа сюда как мертвый груза перешли может быть имеет смысл их например тогда и не писать вовсе по большому счету сами обозначения для переменных здесь существенной роли не играют в этом решении на давайте тогда попробуем записать вот это же самое но без обозначения переменных как это будет выглядеть минус 363 и минус 4 останется вот такая штука теперь надо как-то отделить вот этот вот вот эту левую часть без переменных настоящих без x и y и написать что-то в правой части чтобы то что мы сейчас написать напишем было как-то связано с процессом решения исходной системы уравнений ну давайте отделим чертой вертикально чтобы видно было где проходит граница между мирами между левой частью уравнений правой частью в прошлом это были левая и правая часть а теперь это выглядит как-то вот так ну и напишем возьмем сюда скобки а иначе как-то бесформенно выглядит да какие-то числа просто написано возьмем до скобки пока что сделаем вот так как эта штука связана с исходной системы уравнений примерно понятно мы просто выписали коэффициенты такая типа таблицы коэффициентов получается что можно сделать с этой манипуляции который предписывал нам делать метод сложения уравнений да можно проводить дальше давайте так значит вот это тогда только когда вот это а дальше мы отсюда перешли сюда и мы двинемся вот сюда так значит от этой штуки мы просто в рамках вот этой системы уравнений как будет об этом наша старая система уравнений просто не написали значки для переменных и продолжаем метод сложения ну давайте сложим это уровень например перепишем как было так сюда напишем результаты сложения первого уровня со вторым ну опять же повторюсь что вместо этой палки может быть здесь написано равно а здесь просто коэффициенты при x y стоят до слева можно считать что здесь тоже как бы то вы есть эти x и y если так пока неудобно теперь когда мы сложим вот эти два уравнения что получится здесь получится 0 ради этого мы их и складывали да давайте сразу отделим левую часть от правой не как будет в эту сторону иду так стрелку ставлю что я туда шагаю так и здесь складываем этих двоих что получается получается двойка а когда мы сложим этих двоих получится 4 не получается вроде как вот такое вот уравнение да хотя опять же на этом шаге кажется что ничего нового то нет мы просто перестали писать значки x и y да х и уста перестали писать и пишем то же самое но зато мы уже кое-что выиграли в том плане что мы стали меньше писать чем меньше пишите типа лучше если смысл сохраняется это вообще выгодно вот ну а дальше что можно было сделать дальше можно было это уравнение разделить на 2 давайте сюда теперь напишу эту ранее разделить на 2 но это уравнение обратно можно сделать на месте например ну или оставить его как было минус 36 нибудь минус 3 а если тура и разделить на 2 останется 0 1 2 а если это уравнение теперь разделить на минус 3 обратно мы получим 1 минус 2 1 а здесь 0 1 2 те же самые все это равносильные системы уравнений можно считать что все это система уравнений да вот так как мы с вами обсудили это все еще систему уравнений а дальше можно что сделать можно прибавить к этой к этому уравнение два вот этих и получится в итоге получится в итоге финальная система давайте я ее напишу куда-нибудь куда-нибудь вот сюда получится в итоге эквивалентное исходный нечто выглядящие как систему ранений который будет иметь вид 1 0 потому что я к этой штук привалять 2 то есть к этой строке как будто бы до прибавляет эти строки в старых термах это к этому уравнению прибавляю вот это уравнение после умножения его на 2 да значит здесь будет 0 теперь это я умножаю на 2 и прибавляю получается 4 плюс 1 это будет 5 а здесь остается 0 1 и 2 то есть это некая просто такая типа абстрактизация исходные исходных уравнений продолжаем писать дальше только коэффициенты а что теперь перед нами написано это вроде как систему уравнений опять же даю можно интерпретили как систему уравнений и как систему уравнений это будет выглядеть как как что как x равно 5 потому что один умножить на x плюс 0 умножить на y равно 5 до а здесь 0 умножить на x плюс 1 умножить на y ну давайте я прям распишу как обратно перевести вот это вот с языка вот таких вот таблиц в язык уравнений 1 умножить на x плюс 0 умножить на y равно 5 0 умножить на x плюс 1 умножить на y равно 2 так получается такая штуковина ну или то же самое можно переписать в более приличном виде получится что получится в первом уравнении останется x равно 5 а во втором уровне получится соответственно y равно 2 данный вот можно можно проверить подстановкой то есть иными словами что произошло мы довели вот эти таблицы чисел с помощью некоторых преобразований до некоторого вида который оказался очень удачным для того чтобы последнее уравнение которое соответствовало этому виду грубо говоря и и сама решала себя но не уравнение данном случае систему ранее на вот эту систему уравнения она и есть само свое решение сама себя решают до грубо говоря то есть напишите решение вот такой системы уравнений типа ну вот она есть сама свое решение то есть получается что сам процесс решения системы уравнения он был на самом деле некой формальной манипуляции с коэффициентами а значки переменных тут были в общем-то и ни при чем возникает мысль но тогда может быть можно всегда не писать эти коэффициенты например всегда манипулировать только точнее наоборот не писать переменные до всегда манипулирует только с коэффициентами но это одна из мотивации рассматривать матрицы пока что мы обсудим ее для начала так ну то есть грубо говоря мы дорешали ту систему уравнения что же мы на самом деле такое сделали по большому счету давайте еще раз вспомним что мы делаем но мы там умножали какие-то уравнение что-то выражали складывали и так далее всегда ли до двух нулей надо доводить зависит от ваших целей то есть зависит от того что именно вам надо было сделать может быть вы получили на каком-то этапе такое вот выражение такую таблицу который могу назвать расширенной матрицей из которой вам уже сразу дальше понятно как сразу написать ответ и тогда можно не доводить формально в таком вот виде до выражения когда на диагонали единиц там да все остальные нули или вроде того нам как получится не всегда можно сделать на диагонали единицы этот вопрос тоже удобно изучать в теме таких таблиц да что это означает с точки зрения исходной системы ранее что это говорит об исходной системе уравнение если не удалось сделать единицы вот это мы тоже сегодня все попробуем обсудить то есть прямо до такого вида доводить это все всегда не обязательно зависит от цели если вам надо было прям ни жить не быть довести до такого виду тогда обязательно доводить а если надо было просто понять как решается система уравнений то иногда можно это чуть раньше сделать на каких-то предыдущих этапах понять как записать ответ вот и это вроде бы как один из возможных вариантов описать мотивацию рассматривать матрицы зачем нужны матрицы ну на самом деле это конечно не знаю правда ли точнее конечно можно использовать слово конечно но по крайней мере в моем представлении не самый важный не самая важная мотивация рассматривать матрицы эти матрицы они реально представляют собой такие грубо говоря формальные таблицы коэффициентов но бывают ситуации в некотором смысле более абстрактные более важные когда тоже удобно перейти к рассмотрению формально таблиц коэффициентов это как-то очень сильно упрощает вообще понимание того что нужно сделать тогда получается вы можете такой задачи когда вы свели ее таблиц коэффициентов делать что-то в ней машинально не задумываясь о том какие-то сложных смыслах того с чем вы работали да это каком-то смысле типа ну способ низвергнуть те сложные сущности с которыми вы работали сказать тебе зачем не сущность это значки оставлю циферки коэффициенте при них и через манипуляции с коэффициентами добьюсь ответа окончательно не буду думать о том чем я работаю вот ну давайте посмотрим еще какую-нибудь систему уравнений что мы на самом деле сейчас сделали то мы на самом деле проделали нечто похожее на метод гаусса самый важный наверное метод решения систем линейных уравнений на это метод гаусса ну я не знаю может нужно ли говорить что его придумал гаусс или может его кто-то до гаусса придумал сложный вопрос но по крайней мере метод решения систем линейных уравнений который называется методом гаусса это просто нет решения сложения по большому счету но только более алгоритмизированный когда вам не надо прикидывать типа на какой коэффициент тут домашний коэффициент туда но что потом сложилось сократилось более алгоритмичный такой метод решения сложением системы уравнений вот и все то есть по большому счету это 7 класс но такой тип с небольшой настройкой давайте посмотрим на примере какой-нибудь системы 3 на 3 ну вот например в номере 2g там предлагается система из трех уравнений с тремя неизвестными давайте посмотрим тоже пока без метода крамера мы потом вернемся к этим к этим задачам равных метода крамера наверное если успеем а пока посмотрим без метода крамера просто как это работает сам метод гаусса то сейчас мы в предыдущем примере не прямо в деталях его провернули все его шаги потому что там не обязательно было прям деталях проворачивать каждый день не шаг а на это на примере системы сейчас обсудим подробно в чем заключается этот сам метод гаусса но уже в терминах матрицы не систем хотя опять же повторюсь пока что разницы нет принципиальной между матрицами и между системами уравнений матрицы имитируют левую часть и систем уравнений пока что для нас вот значит что система выглядит вроде бы вот так да если я правильно переписал все вроде бы правильно ну поехали что предлагается метод гаусса метод игрался предлагается не делать так как мы до этого пытались угадать какую-нибудь там переменную на что нужно было наносить одно уравнение так что потом сложить со вторым и так далее метод гаусса предлагает просто 90 старший коэффициент на каждом шаге то есть делать коэффициент единицы при какой-нибудь переменной который мы выбрали 1 например в данном случае удобно выбрать в качестве 1 переменные x до качестве 1 переменная x в качестве 2 в качестве тызер вот выбираем и как как будто бы типа главной переменной говорим вот возьмем 1 уравнение в нем коэффициент при их не равен 0 значит можно на коэффициент при x первое уравнение поделить правда здесь он не очень удачно в единице но тем не менее значит можно на этот коэффициент поделить секундочку да и далее это уравнение использовать ну давайте сначала все перепишем виде матрицы как будет выглядеть соответствующие этой системе матрицы значит 1 1 минус 2 2 2 минус 3 минус 1 1 1 минус 4 1 3 значит вот это то что мы сейчас а я пишем это не настоящая матрица она и матрицы не является буквально способен называют расширенной матрицы системы уравнений из-за вот это право столбца вещи право столбец который отделен некой чертой из этого не настоящая матрица но если мы черту убрали то было бы настоящим отцом тогда смысл бы поменялся того что написано вот и что предлагает метод гауссов он предлагает просто решение сложения обычная но только с предпочитающим на каждом этапе делением на коэффициент строке на 1 неналевый коэффициент в той строке с помощью которой мы будем уничтожать куски остальных строк сейчас я поясню так может тучи туман из проблем значит метод гауссов и следующее напишем здесь значок эквивалентно потому что сделан переход к следующей то есть эта система она равносильно значок эквивалентности означает что мы переходим к такой расширенной матрицы которая задает эквивалентную систему на эквивалент какой разделен на старший коэффициент на точнее на коэффициент который стоит вот здесь на вот это число но но и так единица поэтому получится такая штука 1 1 минус 2 здесь 2 так что еще сделаем а еще мы возьмем и ко всем строкам прибавим вот эту строку который нас тут получил коэффициентом 1 только эту строку мы домножим на такое число чтобы первый элемент после сложения с ней стал равен нулю ну то иными словами надо к этой строке сейчас на автор на место второй строки мы будем писать результат прибавления к этой строке минус 2 вот этих строк почему минус 2 потому что здесь коэффициент единица в любом случае на этом шаге мы уже единицей а здесь коэффициент двойкой мы знаем что если мы единицу умножим на минус 2 а затем эти минус 2 сложим с двойкой получится 0 наша цель за 0 убить вот этот коэффициент Значит, он точно будет нулем. Это означает, что мы к этой строке, именно к ней, мы прибавляли вот эту строку с коэффициентом минус 2. Тогда здесь действительно получается 0 на этом месте. 2 прибавить минус 2. Там теперь минус 3 прибавить минус 2. Это даст нам минус 5. И минус 1 прибавить 4 даст нам 3. Да, ну а еще что нужно сделать? Только правильно ли я? Значит, вот эта умножалась на минус 2, да, вот эта строка. И прибавлялась к вот этой вот. Умножалась на минус 2, прибавлялась к минус 3, умножалась на минус 2, 4, прибавлялась к минус 1, умножается на минус 2, двойка, получается минус 4, прибавлялась к 1, будет минус 3. Получилось вот так. Так. И что теперь с третьей строкой? Такую же манипуляцию проделаем. Для этого понятно, что нужно к третьей строке, к ней, прибавить вот эту строку с коэффициентом минус 1. То есть умножить просто все, что есть в этой строке на минус 1. По смыслу это же просто уравнение, на самом деле, так расписанное, да, через коэффициенты. И правая часть отделена чертой. То есть мы просто как будто бы уравнение должны умножить на минус 1 и прибавить его к последнему уравнению. Что будет? Ну, здесь точно будет 0. Это наша цель, да, сделать этот 0, поэтому умножаем это на минус 1. Теперь минус 1 прибавить минус 4 даст здесь минус 5 тоже. Минус 2 умножить на минус 1 даст 2 и прибавить эту единицу это даст нам 3. Так ведь? Значит, умножаем на минус 1, это будет давать 0. Здесь умножили на минус 1, прибавили к минус 4, да? Умножили на минус 1, дало двойку, прибавили единицу, стала тройка. Здесь умножили на минус 1, стало минус 2 и прибавили тройку. В итоге осталась единица. Что алгоритм Гаусса предлагает делать дальше, метод Гаусса? Дальше метод Гаусса предлагает переписать пока первую строку, то есть оставить это уравнение в покое, когда мы у него первый коэффициент сделали равным единице. А вот это уравнение, например, возьмем вот это уравнение и разделим его на первый неналевой коэффициент, то есть на минус 5, чтобы сделать этот коэффициент единицей. Ну, то есть это просто на самом деле и есть тот самый метод сложения уравнений в системе, да? Здесь, когда разделим на минус 5, будет минус 3 пятых. Здесь, когда разделим на минус 5, будет 3 пятых. Так, а здесь я двойку потерял. Вот, а что проделать с этим уравнением? К нему сразу же на этом же шаге еще можно, например, добавить 5 вот этих уравнений, да? И прибавить к нему, чтобы обналить вот этот коэффициент. Здесь коэффициент в любом случае будет 0, потому что он был какой-то комбинацией нулей, да? Суммой нулей с какими-то коэффициентами. Теперь вот этот коэффициент мы сможем сделать 0, потому что мы 5 таких штукой прибавим к этой строке. 5 вот этих строк прибавим к этой. И 5 вот этих вот прибавим к этой штуке. Это даст нам тоже 0. Так. И последний ход, что нужно сделать? Нужно 5 вот этих вот штук, то есть 3, прибавить к этой. Получится 4. Ну, здесь сразу можно сказать, что получилась строка нулей. Это означает, что если тут не 0, то такого в системе решения нет. А если тут 0, то тогда она в некотором смысле может быть выброшена из системы. Ну, то есть эквивалентная система будет и без этого уравнения тоже. То есть мы получили на выходе уравнение типа 0 равно 0. Его можно из системы выиграть. После этого система, которая получится, она будет эквивалентной, исходной. Ну, вот. А что можно сделать дальше? Ну, дальше остается что? Остается, например, уничтожить вот этот коэффициент. И мы получаем ту самую ситуацию, о которой говорилось изначально, что мы не можем все доводить до всех нулей. То есть здесь делать единицы, а все остальное делать нулями. Потому что у нас, грубо говоря, не хватает строк, которые позволяли бы это делать. Одна строка просто занулилась, и мы вот этот коэффициент здесь не сможем обнулить. Ну, то есть не испортив вот эту вот строку, не испортив тот факт, что здесь стоит единица. Это означает, что можно, конечно, и вот этот вот коэффициент уничтожить, прибавив к этой строке, например, вот эту со знаком минус. Тогда здесь останется единица, все равно это мы не испортим. А здесь будет 0. Ну, здесь там как-то они сложатся, здесь тоже как-то сложатся. Но можно этого не делать на этом этапе. Оборвать этот процесс и переписать обратно это в виде системы уравнений, то, что получилось. Но там дальше выражать уже. То есть, по большому счету, вот этот факт означает, что если бы здесь, например, получился бы 0, что бы это нам давало? Это бы означало, что у нас можно последнюю строку отрезать и решать только вот эту вот систему из двух уравнений оставшихся. А дальше решение системы из двух оставшихся уравнений, оно на самом деле устроено было бы довольно хитро. Получалось бы, что достаточно одну из переменных брать какую угодно, а значения двух остальных переменных после этого выражаются через него. Значение двух остальных выражаются через него. Но в данном случае пока что получилась строка, которая соответствует уравнению 0x плюс 0y плюс 0z, то есть 0, равно 4. Ну, понятно, что у такого уравнения решения нет, а значит, что у всей системы тоже решений нет тогда. Вот. Ну, зато мы посмотрели, как работает метод Гаусса в этом случае. Давайте посмотрим еще на примере какой-нибудь системы. То есть мы таким образом доказали, что у этой системы исходной решений нету, но доказали это не в терминах самих систем уравнений, не в терминах самих уравнений, а в терминах фактически просто коэффициентов, по большому счету. Писали только коэффициенты. Так. Давайте посмотрим, что есть еще. На этом случае хочется какую-нибудь систему из трех уравнений, у которой не будет такой проблемы со строкой из нулей. Ну, давайте сделаем 3g. Ладно, 3а давайте посмотрим. 2 на 2 систему. Как на ней должен выглядеть метод Гаусса. Тут как раз и задание решить метод Гаусса. Ну, решим метод Гаусса. Давайте 3v. Мне не нравится там коэффициент единицы. 3v. Посмотрим. Система уравнений. Значит, 3v выглядит как 2x плюс 4y равно 6. 3x. Ну, видимо, плюс 6y предполагалось, что должно быть. Равно 9. Там y потерялся. По крайней мере, в моей версии файла. Посмотрим, как выглядит метод Гаусса для этой системы уравнений. Ну, что говорит метод Гаусса? Он говорит, выберите уравнение. Например, выберем вот это уравнение. Выберите в нем переменную. Выберем x в качестве первой такой выбранной переменной. И при этой переменной в этом уравнении сделайте коэффициент равным единице. Ну, значит, надо это уравнение разделить на 2, да? Давайте сразу же запишем уже в терминных матриц и после деления на 2. Коэффициент разделим на 2. Получится что? Получится 1, 2, 3. Правильно? Если я разделю первое уравнение на 2, я перепишу его коэффициенты. Ну, а во втором пока оставим. Да? 3, 6, 9. Чему это эквивалентно? Это эквивалентно. Значит, первую стропу можно оставить пока. 1, 2, 3. С помощью нее мы будем убивать вторую. Мы будем убивать вот этот коэффициент. Для этого нужно к этой строке, это важно, да? Что вот к этой строке для равностильности перехода. Важно, что мы эту строку берем, грубо говоря, с коэффициентом 1. То есть мы к ней прибавляем какую-то комбинацию оставшихся. Тогда мы получаем равносильный переход на каждом шаге. И это не проблема. Значит, к этой строке прибавим минус 3 таких строки. Что будет получаться? Ну, мы прибавляем минус 3 первых строки, чтобы здесь получился 0. Когда к этому коэффициенту прибавим минус 3 таких, тут тоже окажется 0. И когда к этому коэффициенту прибавим минус 3 таких, тоже окажется 0. Вот мы получили строку из нулей. В свою очередь это означает, что вот эта строка, как таковая сама по себе, она соответствует уравнению 0 равно 0. То есть, грубо говоря, это уравнение не накладывает никакой связи между переменными искомыми. Оно не накладывает никаких ограничений. Потому что оно выполнено при всех значениях переменных x и y. Вот. Осталось разобраться с этим уравнением. Ну, можно восстановить уже по полученной матрице само уравнение, которое здесь перед нами сидит. Оно будет иметь вид x прибавить 2y равно 3. Но так как у нас здесь коэффициент 1, то мы можем просто сказать, что мы понимаем, как сразу выразить этот x. Из вот такой формы записи можно сразу же написать, что x равно... Ну, а дальше надо просто с минусом вот эти штуки взять. С минусом взять коэффициент вот этот, как коэффициент при y, и написать вправо. И с минусом вот этот, да? Точнее, этот с плюсом. Это и так справа стоит. Да? Этот с плюсом. Вот. И отсюда мы, соответственно, выразим x. И что это означает? Что это означает про то, как устроено множество решений этой системы? На самом деле, это можно было в данном случае сразу же увидеть, да? Потому что эти уравнения, они пропорциональны. Они получаются из одного и того же уравнения. Ну, вот это уравнение получается из этого умножения на 3 вторых, например. То есть здесь это можно было сразу же увидеть. А что это означает? То есть мы получили вот такое вот уравнение. Вся система, она оказалась эквивалентна вот этому вот уравнению, грубо говоря. Что это означает? Как решать такое уравнение? Ну, это уравнение, оно уже и есть, на самом деле, свое решение. Как записать ответ тогда для такой системы уравнений? Можно писать, что y произвольное, да? То есть в качестве пар x, y можно брать какие? Ну, можно брать y произвольное, а x по нему восстанавливается вот по этой форме. То есть минус 2y плюс 3 это x, ну а второе число какое угодно можно брать, да? Произвольное y. То есть вот такие вот пары чисел при всех действительных y, например, если мы решали в темноте действительных чисел, являются решениями исходной системы. Так, это мы решили методом Гаусса. Давайте что-нибудь еще посмотрим на метод Гаусса, что-нибудь посодержательнее. Ну, давайте посмотрим хотя бы под буквой Га, может быть, под буквой Га получится что-нибудь нетривиальное. Значит, что у нас тут есть? 3x плюс 5y, нет, 3x плюс 2y минус 5z. 2y минус 5z равно минус 1. 2x минус y плюс 3z равно 13. И третье уравнение. x прибавит 2y и минус z равно 9. Попробуем решить эту систему уравнения методом Гаусса. Ну, возьмем, например, первое уравнение и в нем выберем главную переменную x. Хотя здесь формально удобнее было бы взять, например, вот это уравнение, да, и x за главную переменную. В каком порядке мы записываем уравнение в системе, это же не важно, да? Поэтому с точки зрения решения системы уравнения можно строки в матрице переставлять, вот этой расширенной, которую мы сейчас будем писать. Ну, давайте все равно оставим эту строку первой, просто посмотрим, как это работает, да? И сделаем этот коэффициент равной единице. Для этого нужно это уравнение разделить на 3. Сразу будем писать матрицу коэффициента. Будет единица, значит, здесь будет 2 третьих, минус 5 третьих, тут останется минус 1 третья. Теперь, что сделаем? Теперь возьмем это уравнение, домножим его на вот этот коэффициент, где-то со знаком минус, и прибавим к этой строке. Ну, давайте, ладно, сначала перепишем просто в терминных матрицах, в терминных коэффициентах, чтобы уже заработать с коэффициентами так удобнее, на самом деле. Не таскать за собой все время эти переменные. Такую штучку сделаем. Вот. Что нам предлагает дальше делать метод Гаусса? Метод Гаусса предлагает эту строку переписать, как было, пока что. И прибавлять теперь ее с таким коэффициентом, взятым со знаком минус, то есть умножать ее на минус 2 в данном случае, прибавлять к этой строке. Значит, если я умножу это на минус 2 и прибавлю к этой штуке, то будет 0. Мы ради этого и умножали на минус 2 и складывали, да? Теперь надо умножить на минус 2 вот это, это будет минус 4 третьих, и прибавить к этому, это будет минус 7 третьих, да, кажется. Умножаем это на минус 2, получается 10 третьих, прибавляем к этому, получается, ну, 19, да, будет третьих. Так, и умножаем это на минус 2, получаем 2 третьих, и прибавляем к этому, ну, будет, ладно, пусть будет 13 целых 2 третьих. Не буду же так записывать, все число. Будет 13 целых 2 третьих. И теперь нам нужно уничтожить вот этот коэффициент в последней строке, для этого надо эту строку, умноженную на минус 1, прибавить к последней строке. Тогда здесь будет 0, это то, чего мы добиваемся этим действием, да? Теперь здесь минус 2 третьих плюс 2, это даст 4 третьих, 5 третьих плюс минус 1, это даст 2 третьих, вроде бы, да? А здесь, соответственно, что будет получаться, где будет получаться, если только нигде не обшибся, да? Где будет получаться 1 третье, которую мы прибавляем к 9, 9 целых 1 третьим. Сейчас такая таблица коэффициентов. Что делается дальше в нашем оптимизированном, ну, или не оптимизированном, просто в каком-то смысле более алгоритмичном методе решения системы уравнений и сложения? Здесь остается единица 2 третьих и минус 5 третьих. Минус 1 третьих тоже остаются, как были. Теперь что мы сделаем? Мы возьмем вот это уравнение и разделим его на старший коэффициент. Чтобы он стал единицей, чтобы с помощью него теперь убивать все коэффициенты в остальных уравнениях, стоящие на втором месте, то есть во втором столбце. Значит, что будет тогда? Здесь будет 0, здесь будет единица, потому что мы делим на минус 7 третьих специально. Когда мы 19 разделим на минус 7 третьих, будет минус 19 седьмых. Да, и 13 целых 2 третьих надо разделить на минус 7 третьих. Ну, началось, да? Ладно, что такое 13 целых 2 третьих? Это 41 третье. Надо 41 третью разделить на минус 7 третьих. Да? Будет минус 41 седьмая. Началась арифметика. Так, а к этой строке что теперь с ней можно сделать? Теперь на этом этапе можно сразу эту строку домножить, точнее, эту строку, к ней можно прибавить вот эту, умноженную на минус единицу, да? Дочнее, на минус 4 третьих, чтобы убить этот коэффициент. Здесь этот коэффициент в любом случае 0. Этот мы тоже убьем, потому что мы минус 4 третьих умножен на эту строку прибавляем к этой, здесь будет 0. Теперь минус 4 третьих умножен на 19 седьмых. 76, 21. Да, интересно, когда я первый раз сломаюсь. Значит, 76, 21 получается. Давайте тут меня не допишем. 76, 21. Это мы умножаем вот это на минус 4 третьих. Да? Нет? Нет? Стоп. Умножаем вот это на минус 4 третьих. Получается, если бы я умножал 20, было бы 8, значит здесь 76. И тут 21, да. И это произведение надо прибавить к чему? К 2 третьим, правильно? К вот этому коэффициенту. Что получится? А 2 третьих это что такое? 14? 21. Ну, хотя бы 90, да, получается, 21. Вот. А что получается справа? А справа нужно, нужно что? Нужно вот эту штуку умножить на минус 4 третьих. Это даст вам 41 на 4, 164. 21, да, умножить на минус 4 третьих вот эту штуку и прибавить к вот этой, да, 9 целых 1 третьих. Ну, это что это такое? 28 третьих. Плюс 28 третьих. Кажется, так получается, да? Там 28 третьих, а здесь, значит, еще раз, мы вот это вот умножали на минус 4 третьих, потому что здесь 4 третьих. И прибавляем к вот этому. Да, вроде получается вот так. Но если здесь коэффициенты сложные, да, получаются, может, я зря их вычисляю в явно-виде, а не раскладываю на множество. Ну, ладно, все равно, что это такое будет? Значит, здесь 21 напишем, а здесь на 7 умножение. Что это даст? 28 на 7. 140 плюс 56. 196, да, 21. Вот эта штука, это 196. А 196 плюс 164, это что? Это 200, 300, 360, да? 360, 21 получается. Ну, ладно. Училось вот так, 360, 21. Ну, так мы неудачно, на самом деле, выбрали, возможно, переменную, да, что-то сложные вычисления получились, но неважно. Если бы это число компьютера, например, у него бы не было таких трудностей с арифметикой, как у меня, наверное. Поэтому, как алгоритм, это все равно отлично работает и здесь. Что можно сделать дальше? Дальше можно вот эту строку разделить на первый коэффициент и просто теперь уничтожить вот здесь коэффициент и потом уничтожить здесь все, что есть, да? Давайте пока первую строку сохраним. Или чего? Или не будем ее хранить? Да, и давайте сохраним ее. 1, 2, 3, минус 5, 3, минус 1, 3. Теперь эта строка. Давайте, значит, про нее пока подумаем, что нам написать. А в третьей строке разделим на этот коэффициент, на 90, 21. Но здесь только четверка остается, да? Здесь единичка, здесь четверка. И вот этой строкой будем уничтожать вот эту. Тут в любом случае будет тогда 0 и 1, потому что комбинация этой строки и этой не повлияет на тот факт, что здесь единичка. Потому что тут 0 будет, да, с коэффициентом туда прибавляться. Вот, а здесь что? А здесь у нас минус 19 седьмых, минус 19 седьмых. Значит, нужно вот это умножить на минус 19 седьмых и прибавить сюда. Да, здесь тогда станет 0. Вот, если мы вот это умножим на минус 19 седьмых и прибавим сюда. Вот это умножим на минус 19 седьмых, это даст нам минус 76 седьмых. Значит, еще разочек, да? Кого мы умножаем на минус 19 седьмых, мы умножаем вот эту строку и прибавляем вот этой. Минус 76 седьмых прибавляем вот сюда. Да? Получится, что минус 100. Нет, ладно. Минус 76 седьмых, минус 41 седьмая. А что это такое? Вот 110, да? 117, что ли? Кажется, минус 117 получается. Ну, а дальше с помощью этих двух строк понятно, как можно расправиться с вот этими вот коэффициентами, так, чтобы довести до совсем уж окончательного вида. Понятно, что вот этому уравнению, например, соответствует факт, что z равно 4. Да, это типа 0x плюс 0y плюс 1z, то есть просто z в итоге слева, равно 4. То есть мы нашли z. А этому уравнению соответствует 0x плюс 1y плюс 0z, то есть просто y равно вот этому числу. А если мы теперь с помощью этих двух строк уничтожим вот эти два коэффициента, их можно превратить в нули, да? Прибавим минус 2 третьих на эту строку, к этой. Здесь все равно останется единица, потому что здесь 0 был. А здесь зато уничтожится до нуля. И прибавим к этой строке еще сразу, например, 5 третьих умножен на эту строку, чтобы еще и этот коэффициент уничтожить. Этот коэффициент не изменит, потому что здесь 0 и здесь 0, да? Эти коэффициенты не поменяются прибавлением с каким-то коэффициентом, с множителем какими-нибудь вот этой строки к первой. Вот, зато эти обнулятся в итоге, а здесь появится какое-то число, и это число и будет значением x. Ну или можно на этом этапе, например, переписать уже y равно z равно, это тоже переписать в виде уравнения и дорешать явно. Хотя, если мы говорим про метод Гаусса именно, то он, ну, предписывает довести это до конца. Ну давайте, ладно, давайте где-нибудь, где-нибудь вот тут еще раз я перепишу. Финальную версию. Значит, что нужно сделать? В данном случае что нужно сделать? Нужно третью строку домножить на 19 седьмых с плюсом. А почему третью строку домножить на 19 седьмых с плюсом? Чтобы что сделать с этим в итоге? Ну смотрите, здесь надо ко второй строке прибавить вот эту строку умножить на 19 седьмых. И тогда мы получим вот эту строку. Мы ее уже получили в итоге, таким образом. Именно так мы ее получили. Мы, как мы получили здесь финальную вторую строку? Мы сначала третью строку поделили на коэффициент так, чтобы он здесь стал единицей. Да, разобрались с ним. Он стал единицей, это теперь хорошая строка. Уже как бы окончательная версия третьей строки здесь написана. А как разобраться теперь с этой строкой? Потому что это еще не окончательная версия. Здесь на диагонали-то стоит единица, а эта штука не ноль. Но надо тогда вот этих вот 19 седьмых таких строк прибавить к этой строке. Если мы к строке прибавляем комбинацию остальных строк, то это не влияет на... Ну это равносильный переход. Иными словами, система получается равносильная. Это вроде бы более-менее должно быть понятно само по себе. А может непонятно, тогда над этим стоит подумать. Не минус 17 седьмых опять получается? Ну может быть. Я за альфметику, к сожалению, в данном случае обучаться не могу, потому что коэффициенты вдруг оказались какие-то не очень приятные. в том процессе, который я организовал здесь. Наверное... Ну ладно, давайте, короче говоря, пока продолжим. Просто представим себе, что забьем на арифметику вот в этом месте. Это не очень хорошо, конечно, но сейчас искать ошибку я уже стер просто первые две строки. Первые две матрицы, которые получаются шириной. И сейчас искать ошибку надолго затянется, поэтому... Ну давайте добьем уж... Ну давайте напишем вот сюда пять. Поверим. Алене, что здесь получается пять. Наверное, здесь и должно было бы быть что-то типа пяти. Тогда будет поприятнее вот с этой строкой бороться, да? Значит, что здесь будет получаться? На первом месте в любом случае будет один. Эти строки уже имеют свой финальный вид, окончательный. Их мы просто переписываем. Тогда здесь пятерка, здесь четверка. Вот. А с этой строкой что можно сделать? Ну можно в два шага это делать, либо можно попытаться за один шаг. Попробуем за один шаг посчитать. Значит, мы хотим к этой строке прибавить минус две третьих таких строк и прибавить пять третьих таких строк. Тогда здесь коэффициенты будут нулями. А что произойдет с правой частью? Мы к этой минус одной третьей попытаемся прибавить минус две третьих на пять. Ну вот так давайте напишем. Прибавить минус две третьих на пять. Да? Минус две третьих таких строк. И прибавить пять третьих таких строк. То есть прибавить пять третьих на четыре. Ну, осталось посчитать, что это такое, это будет минус 11 третьих, да, вот эти на двоих, но плюс 23, ну, правда, подобное, да, в итоге получается, что здесь 3 на выходе получилось, наверное, что-нибудь такое и подразумевалось авторам задачи, есть у меня такое подозрение, хотя, конечно, полагаться на эти подозрения бесполезно. Ну, получилась в итоге вот такая таблица, такая матрица, а что это означает? Ну, означает, что перед нами уравнение z равно 4, y равно 5, x равно 3, то есть мы решили систему уравнений, иными словами, мы решили систему уравнений вот этим модифицированным способом сложения уравнений, то есть методом Гаусса. Вот, но оказывается, что метод Гаусса, он в высшей степени удобен, как ни странно, при всей своей какой-то такой зашкаливающей простоте и детскости, он в высшей степени удобен для некоторых довольно сложных штук, а именно для вычислений определителей. Его надо немного модифицировать для этого, некие манипуляции нужно аккуратно проводить, которые могут повлиять на значение определителя матрицы, а мы сегодня об определителях тоже попробуем поговорить. Но метод Гаусса, он оказывается каким-то фантастически эффективным в этом случае. Если матрица имеет большую размерность, допустим, если у вас система, в которой, ну, или просто матрица, да, 10 на 10, и вы хотите посчитать определитель, то считать его через его определение или еще какими-нибудь способами абсолютно бесполезно будет. То есть единственный вариант, если вы хотите прямо досчитать его руками, это только через метод Гаусса. Ну, в здравом уме вряд ли кто-нибудь часто считает руками определители типа 10 на 10. Там очень много получается коэффициентов, если по определению какое-то гигантское число вычислений нужно, число операций сделать. А метод Гаусса, он сильно-сильно сокращает количество операций. Все равно не очень приятное количество остается, но гораздо приятнее, чем могло бы быть, если делать в лоб. Значит, это то, что касается того, откуда можно вообще вытащить матрицы, откуда они берутся. То есть можно считать, что, ну, исходная мотивация была, типа, упростить себе способ записи систем линейных уравнений. Но, конечно, математиков это не удовлетворило, это объяснение. И они стали изучать эти матрицы как отдельные объекты. Типа, а что будет, если матрицы рассматривают как отдельные объекты, можно ли что-нибудь с ними интересное делать? Ну, потому что просто такая, типа, таблица коэффициентов, которая упрощает манипуляции с коэффициентами, это не очень интересно само по себе. Я помню, что когда я впервые услышал вообще определение матрицы, типа, что прямоугольная таблица чисел, я подумал, ну, это звучит, как какой-то бред, если честно. Ну, числа записали в прямоугольник. Типа, какой-то магический прямоугольник или что? Зачем записывать числа в прямоугольник? В чем смысл-то этого действия, да? Вот. И оказалось, что на самом деле матрицы их можно изучать как отдельные объекты. Они могут представлять особый интерес сами по себе. И более того, дальше оказалось, что они еще и как таблицы коэффициентов всплывают в более сложных ситуациях. Да, я понимаю сейчас ваши ощущения. Они просто как таблицы вот этих вот коэффициентов всплывают в более сложных ситуациях на самом деле. Когда уже не так-то просто было бы манипулировать со всеми объектами, которые есть в уравнениях, например. Ну, давайте посмотрим какую-нибудь такую ситуацию. Посмотрим, как это работает в геометрии, например. Простой способ почувствовать, зачем нужны матрицы и почему они удобны. И почему, кстати говоря, вообще они так перемножаются, так как перемножаются. Это обратиться к геометрии. Именно геометрия объясняет, почему умножение матриц устроено так, как устроено. По большому счету. Значит, что мы сделаем? Вот у нас есть прямоугольная система координат. Пока что она прямоугольная. И мы возьмем два вектора. Ну, направляющий вектор типа EX, его обозначим, да, один. А второй – EY. Это называется орты. Такие пусть будут вектора единичной длины, но один отложен вдоль оси OX, точка O тут будет, да? А второй вдоль оси OY. И вот есть эти два вектора. Что по большому счету означает факт, что у какой-то точки какие-то там координаты? Скажем, вот есть точка M. И мы знаем, что ее координаты – это какие-то два числа. Ну, например, здесь что может? Ну, давайте мы считаем, что у нее координаты типа 4, 3. Что вообще это означает в терминах вот этих векторов? Как этот факт можно связать с векторами EX и EY? Ну, это означает, что проекция этой точки на ось OX попадет в число 4. А что в наших терминах такое число 4? Это 4 раза нужно отложить вот этот вектор. Так? Значит, если мы 4 раза отложим вектор EX, давайте пока запишем вот такое. 4. Поприличнее напишу. 4 EX, да? И пока его запомним. Пока просто бесцельно напишем сюда 4 EX. А здесь вроде бы как проекция попадает в тройку. Да? Ну, не знаю, может быть, я не очень удачно соблюл масштаб. Да? Но мы не будем блюсти масштаб пока что. Значит, тогда... Что это означает? Что это за тройка? Ну, вот ей соответствует вот такой вот вектор, который представляет собой 3EY. А что будет, если мы эти 4EX теперь сложим с 3EY? Что мы получим за вектор такой? Значит, 4EX это вот эта штука. 3EY это вот эта штука. Но их сумма тогда на самом деле, она будет вот таким вот вектором. Не очень попал я в нужную точку, но... Куда попадем, там и была точка M. Вот и была точка M. Это на самом деле будет вектором OM. В этом несложно убедиться, да? Можно сказать, что вот 4EX это вот эта штуковина. А дальше мы отсюда отложим 3EY. Это будет вот эта штуковина. Да, вот так. Вот это 3EY. Просто отложено от этой точки. А это вектор 4EX. Мы их сложили и получили в итоге вектор OM. Ну, или что то же самое обозначается как RM, типа радиус вектор точки M. Что означает радиус вектора? Означает, что этот вектор сначала в начале системы отсчета, в начале координат, и концом в рассматриваемой точке. Вот в этой точке. Начало у него всегда одинаковое, а конец тот, который написан как индекс, например, в данном случае. Вот. И что это означает? Ну, то есть, понятно, да? Мы доказали, что этот факт имеет место. Что он действительно справедлив. Что радиус вектор точки M тогда 4EX плюс 3Y. А с другой стороны, 4 и 3, вот эти коэффициенты, да? Они же являются координатами точки M. Так что тогда такое получается координаты точки M? По большому счету. Координаты точки M, это в точности коэффициенты разложения ее радиус вектора, ну или вектора OM. М, это одно и то же. Это в точности коэффициенты разложения вектора OM по векторам EX и Y. Не больше и не меньше. Это те самые числа, да? Те самые коэффициенты. Уже неплохо, да? У нас уже появляются коэффициенты, а хотя только что мы говорили о линейных уравнениях и о коэффициентах, да? Там составляли матрицы из коэффициентов. Что это само по себе нам дает? Ну, это дает нам возможность примерно прикинуть хотя бы на глаз, да? Что каждый вектор таким образом можно разложить по векторам EX и Y с какими-то коэффициентами. То есть написать какую-то вот такую комбинацию для каждого вектора, какая бы точка M не бралась, не обязательно именно с координатами 4 и 3, какую бы точку M мы не взяли, для нее всегда можно будет нечто подобное написать, просто здесь какие-то другие числа будут сидеть. И эти другие числа, они на самом деле в точности и будут координатами рассматриваемой точки в тот момент. Ну, потому что понятно, что вот та конструкция, которую мы здесь нарисовали, да, она, в общем, не была привязана. В ней не было никакой специфики того, что это было именно 4, а здесь было именно 3. Это просто для примера было рассмотрено. А это означает, что координаты точки на самом деле можно интерпретировать по-другому. Можно их интерпретировать как коэффициенты разложения соответствующего этой точке вектора, радиус вектора, как коэффициенты разложения соответствующего этой точке радиус вектора по каким-то хорошим векторам, так называемым ортам. Да, они имеют единичную длину и они отложены вдоль осей, да? От начала системы отсчета один вектор отложен вдоль осей x, другой вдоль осей y. Так, ну это уже неплохо. Да, мы уже кое-что поняли, что координаты точек на самом деле это в точности коэффициенты разложения соответствующего радиуса вектора по так называемому вазису. Я не знаю, было ли у вас такое слово или нет, звучало оно или нет. Подробностей пока что того, что это значит, мы обсуждать не будем, но смысл в том, что в базисе называется такая система векторов, множество векторов, такое, что через них можно выразить какими-то вот такими вот манипуляциями, какими-то комбинациями их с какими-нибудь числовыми коэффициентами. Можно выразить вообще все вектора, но только один раз, только с единственным набором коэффициентов. Вот. Значит, хорошо, мы поняли, что у точки m квадрат 4,3 означает, что у нас вот такие коэффициенты в разложении. А если бы мы, например, взяли какие-то другие два вектора и раскладывали бы радиус вектора точки m по этим двум другим векторам, у нас получилось бы найти коэффициенты или нет? То есть получилось ли бы у нас написать линейную комбинацию соответствующую? Разложить этот радиус вектор, тот же самый вектор, геометрически тот же самый, разложить в линейную комбинацию по другим двум векторам. Но разложить линейную комбинацию, это означает, что взять эти другие вектора в сумме с некоторыми числовыми коэффициентами. Так? Вот. Допустим, что у нас есть какие-то другие вектора. Но если у нас есть другие вектора, давайте обозначим их через EX' и EY'. Если у нас есть какие-то другие вектора, то они ведь на самом деле тоже выражаются через старые. Потому что через старые вектора можно выразить любой вектор. Любой вектор является радиус-вектором некоторой точки с какими-то координатами. Но у точки-то есть координаты, значит у этого радиуса вектора есть координаты, и его можно разложить. Эти координаты являются коэффициентами разложения по EX' и по EY'. Значит любой вектор по ним можно разложить, да, грубо говоря. Может быть это не очень удачное доказательство, потому что в этом доказательстве объект рассматривается в неправильную сторону. Здесь мы думаем, что у точки есть координаты, и по ним мы расстанавливаем координаты вектора. На самом деле по координатам радиус вектора становятся координаты точки, но это отдельная история. Пока что мы хотим просто посмотреть, как это работает. Значит, тогда EX' и EY' это какие-то два вектора новых, непонятно каких, вот этот штрих означает, что какой-то другой вектор, два вектора, и мы хотим их разложить по старым векторам. Их точно можно разложить по старым векторам, по EX и по Y в такую какую-то комбинацию с некоторыми коэффициентами. Ну давайте, например, напишем какие-то конкретные коэффициенты, скажем, пусть здесь будет 2EX плюс 3EY. А здесь пусть будет 3EX минус EY, вот в таком вот виде. Чему будет соответствовать выражение этих векторов через старые? Ну на самом деле, если мы выразим эти вектора через старые, новые через старые, то у нас тоже получается какая-то система уравнений формально, да? Здесь в этой системе уравнений, ну или даже пока не система уравнений, это просто соотношение, да, здесь же нет искомой переменной. Это просто пока что соотношение, но в этом соотношении тоже что-то похожее на матрицу уже появляется, да? Какой-то набор коэффициентов есть. Какой-то набор коэффициентов есть, вот эти коэффициенты, можно составить из них матрицу и подумать, А что это означает вообще, что здесь можно из них составить матрицу Получится вот такой набор коэффициентов Как эта матрица связана с чем-нибудь А с чем вообще она могла бы быть связана Ну она может быть связана, например, с тем, что мы радиус вектор точки M Можем попробовать разложить не только по EX и EY Но и по другим коэффициентам Точнее по другим векторам, да, по вот таким Которые у нас заданы на самом деле через вот это выражение То есть мы их даже не нарисовали никак Просто сказали, что зададим их вот так вот Так, значит, эти новые вектора в старой системе координат Иными словами, этот вектор является радиус вектором точки, у которой координаты 2, 3 А этот вектор является радиус вектором точки, у которой координаты 3, минус 1 Можно ли тогда радиус вектор точки M, вот этот вектор RM Разложить не только по старым векторам По старой системе векторов А можно ли его еще разложить по новой системе векторов? А как бы это сделать? Вот если бы у нас было выражение для EX и для Y через новые вектора, то тогда мы бы просто подставили эти выражения вот сюда вместо EX и Y, соответственно, и получили бы чисто алгебраические манипуляции, получили бы ответ, да, как он раскладывается. Как нам этого добиться? Ну, можно попробовать отсюда перевыразить EX и Y, да, из этой системы равенств. Это даже не система равенств, а просто, ну, какая-то система соотношений, да, это два равенства в ней. Давайте попробуем выразить EX и Y. Ну, а по факту, когда мы будем выражать отсюда EX и Y, мы будем в точности тем и заниматься, да, что как будто бы выражать переменную через известные, да, вот у нас есть как будто бы вот это переменные, правда, теперь по смыслу это векторация, да, но формально форма записи точно такая же, как будто бы вот это переменные, и нам надо найти их значение, а здесь как будто бы известные величины, потому что мы в итоге хотим их выразить через вот этих, да, то есть просто хотим переписать эту систему в виде EX равно и EY равно. Равносильную систему хотим написать, равносильную вот этой, но чтобы она выглядела как-то вот так. И на самом деле становится понятно, что здесь уже объекты, вот эти вот, которые здесь стоят, они более сложной природы, чем просто числовые переменные, но манипуляции, которые нужно произвести с вот этим вот набором выражений, да, с этими двумя уравнениями, чтобы в итоге прийти к выражениям для EX и для EY, чтобы нам можно было записать координаты этой точки в разложении по новым векторам. Для этого нужно проводить те же самые манипуляции, которые мы только что проделали с уравнениями, да, хотя вроде бы как эти штуки уже чуть более абстрактные получаются, чем просто числа, да, это не числовые переменные, ну и вообще даже не переменные, но манипуляции, которые мы будем делать с уравнениями, устроены вот точно так же, как если бы это были переменные, типа XY, да, XY, а это были бы известные числа. Ну хорошо, давайте проделаем это. А что для этого нужно проделать? Ну можно проделать, например, все то же самое методом Гаусса. Вот, а можно просто взять и выразить по-честному, а можно делать более хитро, можно делать это через обратную матрицу. Ну давайте попробуем просто выразить в лоб пока что, как это будет выражаться. Посмотрим, как это выражается в лоб. Например, отсюда из этого уравнения выразим ЕY. ЕY равно 3EX минус ЕY штрих. Однажды довольно скоро вы перестанете писать стрелки над векторами, это не очень удобно, если честно, писать стрелки над векторами, и дальше у вас, ну как, вам уже это не нужно будет. Станет понятно, когда речь идет о векторах, а когда нет, и гораздо проще это описываться будет. Значит, ЕY равно такому выражению. Ну и подставим вот сюда. Что получится? Тогда ЕX штрих равно 2ЕX, прибавить 3 умножить на вот это, да? Ну то есть мы то же самое делаем, что делали бы, если бы это была система уравнений, фактически там. Значит, плюс 9ЕX минус 3ЕY штрих. Получается вот так, да? Отсюда можно выразить ЕX из этого уравнения. ЕX равно. Так, значит, будем делить на 11, и все переносим влево. ЕX штрих, поделенное на 11, ну или 1,11, коэффициент 1,11 при этом векторе. Давайте напишем 1,11. Так, и при... Перенесем влево, станет плюс 3, поделенное на 11, плюс 3,11 на ЕY штрих. И вот мы выразили старый через новый. Мы разложили старый только по новым. Так? А как второй старый разложится только по новым? ЕY тогда. А для него у нас есть выражение, это выглядит вот так, 3ЕX минус ЕY штрих. 3ЕX даст 3,11. ЕX штрих плюс 9,11 и минус 11,11. То есть минус 2,11. Можно попробовать самостоятельно провернуть здесь метод Гаусса и попытаться получить такой же ответ на выходе. То есть вот мы фактически, мы перевыразили просто старые вектора через новые. с помощью этого перевыражения мы можем теперь записать радиус вектора в точке M. Значит это будет 4 умножить на выражение для старого вектора. 4 на 1,11 ЕX штрих плюс 3,11 ЕY штрих так и прибавить 3 на вот это плюс 3 на кого? На вот этого вот товарища то есть на 3,11 ЕX штрих минус 2,11 ЕY штрих вот в итоге можно упростить полученные выражения раскрыв скобки что получится какой коэффициент будет при ЕX штрих суммарный коэффициент будет 4,11 плюс 9,11 да это 13,11 на ЕX штрих так а при ЕY штрих коэффициент получается 12,11 минус 6 в итоге плюс 6,11 на ЕY штрих что мы таким образом сделали? мы разложили радиус вектор точки M по другим векторам а по большому счету мы записали для нее координаты в новой системе координат на самом-то деле что это за новая система координат и откуда она берется? во-первых координаты в новой системе координат это коэффициенты разложения по новым векторам которые определяют новую систему координат а как эта новая система координат связана со старой прямоугольной с вот этими осями OX, OY но она связана с ней через вот эти вот выражения то есть иными словами иными словами как выглядели ну мы знаем отсюда как выглядели орты старой системы координат точнее новой да, направляющей вектора как выглядят оси и какой там получился масштаб на этих новых осях их можно тоже нарисовать при желании ну например единичный вектор направлен в долю C X' выглядит как радиус вектор точки с координатами 2,3 да, вот они координаты 2,3 если мы отложим здесь 2 а здесь 3 получится какая-то точка и вот это вот радиус вектор этой точки он является ну вектором в следующем масштаб вот так выглядит соответствующая ось OX' да, потому что EX' он выглядит вот так а здесь на этой оси это как будто бы единица единичный отрезок этой оси выглядит вот так да, вот он направляющий орт ну и соответственно можно написать ось OY' таким образом вот так мы перешли от одной системы координат в другой то есть для перехода от одной системы координат в другой достаточно оказалось понять как вот эти вот орты да, типа единичные вектора соответствующие осям системы координат как они выражаются новые через старые а дальше пришлось решать систему линейных уравнений в данном случае пока что двух да, и из решения этой системы линейных уравнений мы поняли как записать координаты той же точки в новой системе координат то есть если в старой системе координат она имела ввиду имела координаты 4,3 то относительно осей X' и Y' у той же самой точки получится координаты 13,11 и 6,11 ну если только 5 нигде не набрал в арифметике получается что это дает нам способ пересчитывать координаты точки из одной системы координаты в другую вот а при чем здесь матрица а матрица при том что мы на самом деле мы тоже здесь столкнулись с необходимостью решать систему линейных уравнений а решать систему линейных уравнений для этого матрицы и были придуманы да, чтобы было удобнее решать систему линейных уравнений изначально значит они здесь тоже применяются и причем точно так же давайте еще посмотрим Тогда какой-нибудь другой способ Как что Ладно, пока Давайте я вот это сотру Оставлю вот это вот выражение Так, и попробуем Сделать еще одну замену переменных И посмотреть что получится Попробуем проделать еще одну Замену переменных Для этого надо написать что-нибудь типа EX 2 штриха, типа новее нового Вектор, как он раскладывается Через старый, ну допустим Через старый складывается как EX штрих Минус EY штрих EY 2 штриха Допустим он раскладывается Как EX штрих Выглядит вот так Так, и вот такая у нас есть еще одна Замена, ну фактически эта штука Она порождает замену переменных, да, потому что она порождает Новую оси, новую систему координат Как тогда ответить на вопрос О том Как выглядит Выражение для вот этих вот Совсем новых векторов через совсем старые Ну понятно, что можно выражение для вот этих вот Совсем новых их подставить сюда Да, просто Подставить сюда И выписать ответ Но как это можно было бы сделать более удобно Более алгоритмично Да, действительно Здесь у нас сейчас с вами появится композиция Ну композиция это как бы композиция отображений, да, композиция преобразования Композиция замен А это будет соответствовать произведению матриц То есть произведение матриц, оно так и появляется Как композиция двух последних применений Ну допустим, вот таких Замен так называемых базисов, да Или последние применения отображений каких-то Которые можно было бы задать с помощью матриц То есть так называемых линейных отображений Вот, давайте уберем пока Это радиусы в точке M Он нам не пригодится больше Значит, как это можно было бы переписать в матричной форме Вот эту штуку А можно было бы ее переписать на самом деле Вот это вот соотношение следующим образом Значит EX' EY' И создать такой вектор Из них двоих формально равно Чему равно? Значит 2 3 3-1 На EX' EY Как интерпретировать вот эту вещь Точно так же, как вот эту вещь Ну для этого Ну что здесь мы просто сделали? Мы на самом деле по большому счету Просто выпустили коэффициенты Так? Собрали таблицу из коэффициентов Вот она Теперь это честная настоящая матрица Там не очень видно, да Я залез на чат Сейчас давайте я Верну обратно тогда EX и Y Вот так Вот Можно переписать в таком виде Это набор коэффициентов А здесь был набор как будто бы переменных При которых это были эти коэффициенты А что это нам дает само по себе? Ну и тогда Как интерпретировать вот это Вот это вот Как вот эту систему Мы можем сказать Что это выглядит так Как будто бы Мы домножали это на это Плюс это на это А потом Чтобы получить во втором уравнении Правую часть Левая это во втором уравнении Вот она Чтобы во втором уравнении Получить правую часть Надо было домножить это на это Плюс вот это на это Да? Формально она выглядит вот так То есть переписав это в таком вот виде Мы в каком-то смысле Сейчас породили Способ умножения матрицы На вектор столбец Вот эта матрица Теперь просто таблица коэффициентов А вот это выглядит как вектор-столбец, у которого элементы, причем в данном случае, сами являются векторами. Но это не принципиально, что они являются векторами. Мы уже поняли, что это на самом деле соответствует ситуации, как если бы они были бы просто переменными x, y, это были бы известными числами. И вот перед нами такое вот уравнение. А теперь еще, перед нами еще получается одно уравнение, ну или соотношение. Значит, и x2х, и y2х. И вот эта штука получится, если мы напишем сюда матрицу коэффициентов этой части. 1-1, 1, 0. Да, здесь коэффициент при y' оказался равным нулю. А сюда мы напишем x', y', вот такую штуку напишем. А как бы нам теперь преобразовать это так, чтобы выглядело попроще? То есть у нас есть вот это выражение. Да? Ладно, опять я немножко там заехал. Так, сейчас вернусь. 1-1, 0, x', y', штрих. Но мы же можем на самом деле подставить выражение для x', и y', оно у нас есть. Да, это будет, значит, 1-1, 1, 0. Можно переписать. А здесь получится что? А вот это можно расшифровать. Вот это вот, оно имеет вот такой вот вид. 2, 3, 3-1, на e, x и на e, y. Вот здесь вот так. Мы получили вот такую вот форму записи. Пока что эта форма записи не до конца определена, потому что мы, что, мы еще не определились с тем, как перемножать вот эти матрицы. Но на самом деле тот факт, что это должно быть равно вот этому, то есть вот это должно быть равно вот этому, он нам подсказывает, каким образом перемножаются здесь матрицы. Чтобы это равенство сохраняло, чтобы оно имело место, есть только один способ на самом деле. Ну, чтобы оно в общем случае, по крайней мере, это равенство имело место. Оказывается, есть только один способ перемножения матриц, и он называется умножением матриц. То есть перемножение вот этих вот таблиц чисел. В данном случае это квадратные таблицы чисел, 2 на 2, 2 строки и 2 столбца. Как именно их надо перемножать? Так, чтобы то, что у нас получится на выходе, соответствовало тому, что мы получили бы, если бы мы подставили просто эти выражения вот сюда и перевырезали, соответственно, вот эти вектора, которые с двумя штрихами, через старые вектора, которые вообще без штрихов были. Значит, оказывается, что эта штуковина имеет следующий вид. Для этого нужно почитать произведение матриц. Давайте пока что просто сформулируем, как она выглядит, а потом посмотрим, совпало или нет. Значит, оказывается, что это можно записать как x, не y. Если бы мы писали в общем виде коэффициенты, то это было бы сразу видно. Ну, если бы мы записали ответ в общем виде здесь и получали бы, сработали бы с коэффициентами в общем виде здесь. Это было бы сразу видно, но только громоздка. Значит, сюда можно написать просто сразу одну таблицу. То есть, из этих двух таблиц, на самом деле, можно же как-то сделать одну таблицу, да? Мы же можем подставить эти выражения вот сюда и получится одна таблица коэффициентов при x и y. Потому что со штрихами эти штуки уйдут, когда мы подставим их выражение, да? Останется таблица с коэффициентами x и y. Что это будет за таблица? Как она будет получаться? Она будет получаться как то самое, что называется, произведением этих матриц. Да? А как вам называются матрицы? Ну, вот мы пока что просто давайте напишем ответ формально и убедимся в том, что это правильно. А потом обсудим, как это выглядит в компонентах. Как записать такое произведение в общем случае, а не только в данном частном. Значит, перемножим этих плюс перемножим этих, получится 2 минус 3 минус 1. Значит, этих перемножим будет 3 плюс 1, 4. Этих перемножим 2. И здесь будет 3. Вот, утверждается, что вроде как должна быть такая таблица числа. Давайте посмотрим, правда это или нет. Значит, что в итоге здесь получится, если по-честному подставить без всяких этих манипуляций? Это будет ех штрих минус еу штрих, то есть 2 ех плюс 3 еу минус 3 ех и плюс еу, да, в итоге. Ну, получилось в первой строке при ех суммарный коэффициент будет минус 1, а при ех суммарный коэффициент будет 4. Ну, как раз минус 1, 4, да, пока вроде бы правдоподобно. При ех 2 штриха, какой будет суммарный коэффициент, если мы сюда подставим? Ну, он будет 2 и 3, да, как раз 2 ех прибавить 3 еу. Как раз такая таблица чисел у нас и получилась, да. По какому принципу мы получали эту таблицу чисел? На самом деле мы ее с помощью некоторого конкретного способа умножать таблицы чисел получали. Ну, и можно доказать аналогичными рассуждениями, что в произвольном в общем случае тоже тот же способ будет приводить к тому же эффекту, что мы как будто бы просто подставили эти выражения для вот этих вот переменных вот сюда. А что значит подставили эти выражения вот сюда? Ну, это получается композиция, та самая композиция, да. Мы сначала перешли от этих векторов EX и Y вот к этим векторам со штрихами, переписали все в терминах новых векторов, а потом от новых векторов перешли к очень новым векторам, да, к самым новым векторам с двумя штрихами. То есть это такое двойное преобразование. Мы переписали сначала, раскладывали все вектора по одному базису, по старому, потом разложили по другому, по другой системе векторов, более новой, а потом по совсем новой. И вот переписывание координат точек, например, или просто переписывание выражений пока что для векторов, совсем новой системе координат, которую можно было бы организовать в два шага, это было бы что-то вроде композиции такой, отображения как будто бы. Вот это переписывание в два шага можно организовать как переписывание в один шаг, если просто взять таблицы коэффициентов и их правильно перемножить. Как они умножаются тогда? В этом смысле правильный способ умножать их, как он выглядит. Значит, если обозвать, например, одну таблицу не конкретные числа, а просто написать, что здесь была А1-1, сюда А1-2, А2-1 и А2-2. Вот это была одна таблица, например, вот это была она, а там можно писать B1-1, B1-2, B2-1 и B2-2. Почему такие индексы удобно писать? Потому что при такой записи нижние индексы, они позволяют легко распознать, в какой строке и в каком столбце сидит элемент соответствующий, да? То есть первый индекс из этих двух, это на самом деле не число 21, 22 и так далее, да? А это два разных индекса, два разных числа. Это не две цифры одного числа, это просто два разных числа записаны. Значит, первый индекс указывает на номер строки, в которой записан элемент, второй указывает на номер столбца, в котором соответствующий элемент записан. И тогда получается, что для, вот в этом смысле, который мы обсудили, правильное умножение, на то есть оно должно выглядеть следующим образом. Значит, в итоге должна получаться матрица, которая получается так. А1-1 на B1-1 прибавить А1-2 на B2-1. Ну, так у меня не влезет, да? Давайте я покомпактнее напишу. Так, пока вроде влезает. Далее, кого надо написать сюда? Сюда надо написать А2-1, B1-1 плюс А2-2, B2-1. Нет, секунду. Ну да, B2-1. И теперь, значит, А1-1, B1-2 плюс А1-2, B2-2. Ну, давайте я так, чтобы это не залезало на чат, напишу снизу. Значит, плюс А1-2, B2-2. А туда надо написать А2-1, B1-2. Плюс что? А2-1, B1-2 плюс А2-2, B2-2. Вот такие четыре числа. Мы записали в итоге в таблицу. То есть, в чем получается смысл произведения матрицы? Он получается в какой-то... Так в терминах матриц выражается какая-то композиция чего-то там, да? Ну и вот смысл в том, что композиции линейных отображений, они выражаются с помощью матриц вот так, да, действительно. С помощью умножения матриц. Ведь можно считать, на самом деле, что эти вектора все, EX, EY, EX' и Y', ну, точнее, что эти три системы векторов, которые мы рассматривали, EX, EY, EX' и Y' и EX' с двумя штрихами, EY' с двумя штрихами, это как будто бы три разных системы векторов, и каждая из них лежит в своей плоскости, задает свою координатную плоскость. Вроде бы, как у нас только одна двумерная плоскость, да, но давайте на секунду представим себе, что у нас на самом деле три разных экземпляра такой плоскости, что перед нами лежит три плоскости различных. И вот эта штука, это вектора EX, EY, это вектора в одной из них, орты, те самые, да, системы координат. Вектора со штрихами, это орты в другой, просто тоже там какая-то прямоугольная система координат обычно, но там такие орты. И в третьей плоскости тоже обычная прямоугольная система координат, и ее орты обозначаются вот так. Тогда что вот это такое перед нами? Вот это и предыдущее соотношение, которое я уже стоил. Это была просто запись отображения, да, это задавало некое отображение, отображение, по которому, ну, все-таки я произнесу это слово, базисные вектора, да, отображались в некие, ну, в базисные вектора, как именно было устроено отображение. А если мы знали, как базисные вектора отображались в базисные вектора, и отображение было линейным, то мы знали, как любые. Вектора отображаются в другие вектора. Об этом чуть позже мы поговорим, более предметно еще. Про то, что линейные отображения не так устроены, что достаточно знать, как базисные векторы отображаются. Но смысл в том, что эта штука тогда, вот это произведение мантности, тогда соответствовала композиции этих отображений. То есть, если мы сначала одно пространство отображали в другое, одну плоскость в другую, а потом другую в третью, то мы получали сквозное отображение из первой плоскости в третью. И эти отображения каждая делизация создавалась с помощью такой таблицы чисел. Тогда произведение этих таблиц чисел и было самой таблицей финальной, которая сдавала сквозное отображение. Сразу из первого пространства, из первой плоскости в третью плоскость. То есть, умножение матриц это просто композиции отображений. Так в координатах, в терминных координатах наражается композиция отображений. Давайте посмотрим теперь какие-то алгоритмы решений задач всяких. Поговорим потом, что такое определитель. Откуда они берутся и зачем они нужны? Ну, может быть, бездоказательно пока, просто тяжело зашло, почему они так перемножаются. Но это еще будет встречаться дальше. То есть, можете самостоятельно попробовать порисовать какие-то такие примеры на эту тему. Но смысл в том, что именно так они перемножаются, потому что именно такой способ их умножать соответствует композиции таких вот отображений. То есть, сами матрицы выступают в роли таблиц коэффициентов, которые определяют отображение. Определяют отображение из плоскости в плоскость. А если у нас есть композиция отображения, есть два отображения, да, из первой плоскости во вторую, а потом из второй в третью, то их композиции тоже соответствуют, то есть сквозном отображении, которое они определяют сразу из первой в третью, тоже соответствует некая таблица чисел. Вот эта таблица чисел, она из первых двух таблиц тоже должна как-то выводиться. А как она выводится? Ну вот с помощью этого умножения матрицы она и получается. Ладно, давайте теперь попробуем посчитать определители. Что у нас тут есть? Вычислите следующие определители. Ну давайте 1а посмотрим. 1 корень из 2, корень из 3, 4. Что здесь понимается под определителем матрицы? Под определителем матрицы, ну мы пока будем чисто формально его считать, понимается такое число, которое получится, если мы говорим пока про матрицу 2 на 2 только, получится, если мы перемножим вот эти вот два элемента, стоящие на главной диагонали, и вычтем результат перемножения элементов, стоящих на так называемой побочной диагонали, ну на другой диагонали, не на главной. Значит 1 на 4, минус корень из 2 на корень из 3. В данном случае определить получается равным 4 минус корень из 6. Вот это и есть определитель матрицы. Тот факт, что здесь стоят прямые палки вместо круга скобок, говорит нам о том, что мы хотим посчитать определители, но это еще обозначается как det, детерминат, детерминат тот же определитель, детерминат матрица 1, корень из 2, корень из 3, 4. А, я понял, хорошо, значит, как записать этот принцип, имейте ввиду, да? Ну мы, да, хорошо, давайте запишем, значит, если у нас, пока отдельно, вернемся к этому принципу, если у нас были две матрицы, одна из них имела коэффициенты, задавалась с коэффициентами а и ж, вот так тоже иногда обозначают матрицу, с коэффициентами а и ж, чтобы не писать всю здоровую таблицу, типа а1, 1, а2, 2, там и так далее, все это не расписывать, можно записать матрицу, задать ее вот так. То есть вот эта форма записи означает, что передняя матрица, у которой вот так выглядят коэффициенты, то есть а1, 1, здесь какой-то, да, набор индексов а1, 2 и так далее. Вот, и мы хотим матрицу а, обзовем ее вот так, и хотим посмотреть на матрицу b, и она выглядит как-то тоже, b и g, с помощью какого-то набора коэффициентов. То есть у нее на и там и ж этом месте стоит число, которое мы обозвали вот так, b и g. Как тогда перемножить такие две матрицы? Значит, как написать а умножить на b? Более простой способ записи. Ну или давайте напишем, значит, напишем так, что перед нами вот эта матрица, ну давайте обзовем все-таки ее коэффициенты тоже через большие буквы с этими индексами, чтобы было соответствие видно. Вот, эти большие буквы, это соответствующие коэффициенты, то есть матрица а и g, она имеет вид, точнее, матрица а тогда. Тогда для данной формы записи матрица а имеет вид а, 1, 1 и так далее, там допустим, а, 1, n, а здесь и так далее, а, n, 1 и так далее, а, n, n. Вот так она выглядит. Ну, матрица b выглядит аналогичным образом. Да, как записать эту формулу финальную? Значит, нам нужно посчитать коэффициент, скажем, от произведения матрицы. Произведение матрицы это же тоже какая-то матрица. И как понять, какое число стоит на и там и житом месте? Да. Как понять, какое число стоит на и там и житом месте? Ну, вот так вот мы обозначим коэффициент. Скобки поставим, чтобы было видно, что это и ты житый коэффициент брался в матрице, которая есть в произведении а на b. Есть простая формула, которая утверждает, что произведение матрицы в данном случае, у меня еще есть куда-то написать, выглядит следующим образом. Значит, коэффициент, который стоит на месте и житого, выглядит как сумма а и к на b к житому, и сумма пока от единицы до n. Вот выглядит оно вот так. Финальная формула для того элемента, который стоит на пересечении и этой строки и житого столбца в произведении матрицы а и b, она выглядит вот так. Он вот так определяется через элементы матриц, которые мы перемножали. Ну, а мнемоническое правило, грубо говоря, как запомнить это, ну, просто поочередно нужно перемножать строки и столбцы. У первой матрицы берутся строки и умножаются на, ну, просто на столбцы, как будто бы, как скалярное произведение, да, векторов в координатах. По элементам умножаются и складываются результаты произведения. Ну, давайте посмотрим, еще раз вернемся тогда к той формуле, которую мы писали. Вот здесь запишем, где место побольше. Значит, напишем а11, а12, а21, а22, и она умножалась на b11, b12, b21, b22. Как в итоге получался там антит, который мы писали там? Значит, ну, получается, просто мы умножаем вот этих двоих плюс умножаем вот этих двоих. Так получается первый элемент. Да, то есть, грубо говоря, вот так перемножаются. Первый элемент, это есть вот такое скалярное произведение вот этого вектора с такими координатами на вектор, с такими координатами, как будто бы. Да, то есть, это а11 на b11 плюс а12 на b21. Вот так. Элемент на первом месте мы описали. Как написать то, что стоит здесь на втором месте? Ну, на втором месте стоит произведение первой строки на второй столбец. Это же в первой строке и в втором столбце стоит элемент. Оказывается, что для того, чтобы его найти, можно такую же манипуляцию проделать для первой строки и второго столбца. Вот так перемножаем, как будто бы скалярно. Это на это, плюс это на это. То есть это в каком-то смысле не строгое рассуждение, но это очень удобное мнемоническое правило, когда надо на практике быстренько перемножить матрицы. Но я на самом деле сам все время так руками и вожу для себя, чтобы не запутаться, чтобы не потеряться в арифметике, я всегда так провожу, типа первый столбец, первая строка, первый столбец, этих умножил, плюс этих умножил, получил элемент. Первая строка, второй столбец, этих умножил, плюс этих умножил, получил результат, который вписываю в первую строку второй столбец, потому что перемножал первую строку здесь и второй столбец во второй матрице. Да, нужно просто взять Строку с таким номером Какой имеет Строка у элемента, который мы ищем И столбец с таким номером Какой имеет столбец у элемента, который мы ищем Но только строку надо брать в левой матрице А столбец в правой И их как будто бы как сказано нажать Но тогда, чтобы написать что-то сюда Нужно взять Он стоит во второй строке и во втором столбце Вот этот элемент, стоящий здесь Для этого нужно вот эту вторую строку Умножить на второй столбец Чтобы написать сюда ответ То есть принцип, как они перемножаются Он вот такой Получается, да, в итоге И так работает не только для матриц 2 на 2 А так работает вообще для всех матриц Этот принцип Рукомахания, да, он работает вообще для всех матриц Любых размерностей, неважно квадратных Не квадратных, всегда они перемножаются ровно вот так Да? Такие вот дела Ну а формула, как найти элемент произведения Который стоит на этой строке и в этом столбце Она выглядит вот так Он так восстанавливается по элементам перемножаемых матриц Ну ладно Значит, ну и вернемся к определителям Нам предлагалось почитать определитель этой матрицы Другое обозначение для него могло быть вот такое Определитель этой матрицы Давайте запишем в общем виде, что для матрицы 2 на 2 Ее определитель Определитель этой матрицы Он просто определяется Определитель определяется, да? Каждый раз странно звучит Как произведение элементов стоящего на главном диагонале Минус произведение элементов стоящего на побочном диагонале Вот такая формула Не затейливая И из этого определения Того, что такое определитель матрицы Вообще непонятно Что это такое Почему именно такую комбинацию нужно брать элементов Этих перемножать Минус этих перемножать Ну тут еще ладно Какая-то типа псевдосимметрия в этом есть Да, мы элементы на главной диагонали перемножаем Берем со знаком плюс Элементы на побочной диагонали перемножаем Берем со знаком минус Еще какая-то логика Как будто бы именно в такой величине есть Такая типа псевдо Но все-таки Какой смысл рассматривать такую величину странную То есть зачем нам по матрице исходной восстанавливать вот такое вот число? Какой смысл несет в себе это число? Сегодня мы подробно этот вопрос обсуждать не будем, я только скажу, забегая вперед, что когда матрица рассматривается как матрица отображения на самом-то деле, то под действием такого отображения вектора тоже переходят в вектора. А тогда параллелепипеды, натянутые на вектора, тоже переходят в параллелепипеды, натянутые на вектора. Так вот, определитель матрицы, если она задавала отображение, это тот самый коэффициент, в который растягивается объем. То есть если у старого параллелепипеда в изначальной системе, когда у нас был объем единица, а у матрицы определитель был равен 100, то тогда в новой системе, когда у него будет объем равен 100. Это коэффициент растяжения объема. Если эта матрица была матрицей какого-то отображения, то ее определитель показывает, во сколько раз увеличился объем. Ну а если матрица 2 на 2, то там объемы чего? У параллелограммы. Да, там не параллелепипед, а параллелограммы. То есть это коэффициент растяжения объема параллелограммы. Поэтому некий геометрический смысл у него есть, но сильно завязать в геометрический смысл этого мы пока не будем. Просто формально посчитаем. Давайте посмотрим на примере еще одной матрицы. Интересно, что здесь получится. Значит, 0, 0, 1, 2. Ну вот мы знаем, что если у матрицы есть строка нулей, то тогда определитель будет равен нулю. Давайте, по крайней мере, для примера матрицы 2 на 2 посмотрим, как это выглядит. 0 на 2, это будет 0 на 2, минус 0 на 1. Ну, минус 1 на 0, 0 на 1. Короче, это 0, да, получится. Из-за того, что эта строка была строкой нулей, получилось, что... Ну, а здесь стоит сумма каких-то слагаемых, и каждый из этих слагаемых имеет вид, ну, там, со знаком, да, произведения элементов из первой строки и второй. Но так как в каждом слагаемом есть один из элементов первой строки, как множитель, а у нас в первой строке все элементы равны нулю, то тогда в каждом произведении всегда будет один из множителей равен нулю. Значит, каждое произведение равно нулю, в итоге, да, и определитель получается равен нулю. Это то, что касается определителей 2 на 2. Давайте посмотрим в случае 3 на 3. определители 3 на 3 как они считаются как можно расписывать но под буквой в 1 в 0 1 3 4 5 6 тут 789 и посчитать такой определительно что во первых на сначала сказать что здесь называется определителем да и как его можно считать здесь определителем более хитрые выражение называется она состоит из шести слагаемых давайте в общем видео запишем а потом посмотрим какой-то удобный способ маниманическое правило какой-нибудь который позволяет находить здесь значит у нас была матрица 1 1 1 2 1 3 а 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 то определитель этой матрицы эти вертикальные палки определитель это число которое получается восстанавливается по коэффициенту матрицы следующим образом надо перемножить сначала те которые стоят на главной диагонали а 1 1 на 2 2 на 3 3 так затем к ним прибавить произведение которое получается на таком треугольнике у этого треугольника 1 сторон параллельно вам диагональ да если здесь нарисовать вам диагональ аналит вот так прибавить число которое получается как произведение элементов в вершинах такого треугольника, у которого сторона параллельна, по-моему, диагонали. Это будет А1-2 на А2-3 на А3-1. Кажется, вот так, да? А1-2 на А2-3 на А3-1. Далее прибавить. Еще с плюсом взять вот такое. Параллельно. То есть взять опять другой треугольник. Всего два треугольника, у которых сторона здесь параллельна главной диагонали и с вершинами вершин матрицы. Взять второй треугольник и тоже с плюсом записать произведение его вершин. А2-1 на А3-2 на А1-3. А дальше писать с минусом. Остальные слагаемые, которые получаются абсолютно аналогичными, но только нужно использовать теперь побочную диагональ вместо главной. То есть некая аналогия с тем, что мы это писали, тоже была. Была одна хорошая диагональ, одна плохая, грубо говоря. Хорошая была с плюсом, плохая идет с минусом. Ну вот здесь хорошая диагональ идет сама с плюсом. И все произведения с плюсом. элементов, стоящих в вершинных треугольниках, у которых сторона параллельно хорошая диагональ, иду с плюсом. А побочная диагональ и все произведения вершинных треугольников, у которых одна из сторон параллельно побочной диагонали плохая, они идут с минусом. Значит, с минусом получится что? А3, 1, 2, 2, 1, 3. Затем с минусом пойдет вот такой треугольник. 1, 1, 3, 2, 2, 3. Да, 1, 1, 3, 2, 2, 3. Вот у него сторона параллельно побочной диагонали. И вот такой треугольник остался. 2, 1, 1, 2, 3, 3. Почти пентаграмма, да. Вот. И получается, что определитель на матрице 3 на 3 это вот такое вот число. Это же будет числом, если у нас все элементы были числами, то на выходе мы получим все-таки число. Да, это сумма 6 слагаемых, да еще со знаками. Но в конечном итоге на выходе мы получим число. Но давайте попробуем с помощью этой почти пентаграммы здесь посчитать. Значит, сначала берем главную диагональ, да. 0, 5, 9. Это даст нам 0 их произведения. Теперь берем треугольник, у которого одна из сторон параллельна главной диагонали. Значит, 1 на 6 на 7. Это даст нам 42. 6 на 7, потому что 0 на единицу. И еще 4 на 8 на 3 с плюсом. Да, еще один треугольник. Такой давайте я его нарисую. У которого одна из сторон параллельна главной диагонали. 4 на 8 на 3. Ну, ладно. 4 на 8 на 3 напишем. Теперь со знаком минус остальные слагаемые. Ну, да. Значит, со знаком минус какие идут? Побочная диагональ 7 на 5 на 3. И то, что ей параллельно было, да. 8, 6, 0. Ну, это не будем писать, как что. Напишем 0. 8, 6, 0. Параллельно побочной диагонали, да. И последний параллельно побочной диагональ 4, 1, 9. Минус 4 на 9. Вот это число надо в итоге подсчитать. Можно здесь, что-нибудь, упростить. 42 это что такое? 7 на 2 на 3. Тройка здесь есть, тройка есть, тройка есть. Ну, можно тройку вынести. И как будто немножко попроще будет, да, посчитать. Хотя не очень сильно просто это будет, конечно, все равно. А можно везде? А нет. 7 на 5 здесь нет, два кинула, что. Короче говоря, это число можно досчитать до конца. Ну, можно 0 убрать, непонятно, оставить. Вот это вот, да. Вот это и есть определитель той матрицы, которую мы сейчас рассматриваем. Для матрицы 3 на 3 он считается вот таким вот странным способом. Почему это похоже на определитель матрицы 2 на 2? Ну, или хотя бы как должна была бы выглядеть общая формула, которая имеет такой вид универсальный, который подходит для вычисления определителей 2 на 2 и вычисления определителей 3 на 3. Такая формула на самом деле есть, действительно. Но надо знать тогда, что такое отчетность перестановки. А мы это не обсуждали ни в каком виде. Нам нужно знать, что такое отчетность перестановки. Я могу и написать эту формулу общую и попытаться пояснить ее отдельные выражения, обозначения, которые я там использую. Но пока мы не знаем, что такое отчетность перестановки, она будет сильно, не очень сильно понятна. Значит, там можно написать, что если у нас есть матрица n на n, и у нее есть элементы а и житые. Вот эта матрица из элементов а и житые, а, тогда ее определитель будет выглядеть следующим образом. Это будет такая сумма по всем перестановкам на множестве из элементов. Вот это, к сожалению, пока непонятное обозначение. А здесь будут стоять коэффициенты минус единица в степени, ну или знак перестановки, или обычно пишут, вот, давайте пишем знак перестановки. Что такое знак перестановки с ADSMG тоже пока не знают. Просто, чтобы вы понимали, что есть общая формула, я ее даже напишу. Значит, минус единица в степени знак перестановки, соответствующий по всем перестановкам, для каждой перестановки свои слагаемые, получается, но еще вот со знаком, да? Нет, ладно, все-таки напишу модуль. А здесь получается А1 сигма от 1 умножить на и так далее умножить на АН сигма от Н. Общая формула для вычисления определителей выглядит как-то вот так. Но здесь стоят какие-то непонятные сигма. А что такое сигмы? А сигма это всевозможные объекции. То есть сигма это вообще говоря объекция множества от 1 до Н в себя. Просто сигма это всевозможные объекции из такого множества. Зря я нарисовал такую палку. Просто объекции, взаимнооднозначные соответствия из этого множества в себя. Но давайте я не буду еще раз писать это множество, тем более там уже некуда любить. Просто вот так вот нарисую. Что это отображение из него в него же. Замкнувшийся круг означает, что сигма это взаимнооднозначное отображение из этого множества в такое же точное множество. То есть в него же буквально. Поэтому сигмы, будучи функциями на этом множестве, объекциями из этого множества в себя, они умеют принимать значения какие-то, когда им подставляются такие аргументы. Ну и здесь всевозможные такие функции. Осталось только понять, что такое модуль этой функции. Как он определяется. Модуль такой функции. Это же не модуль в обычном понимании. Здесь и так все числа положительные, бесполезные от них брать модуль в обычном понимании. Поэтому определять модуль функции через модуль ее значения здесь тоже нет смысла, получается. Но он и не определяется через модуль значения функции. Это так называемая четность перестановки. Она определяется чуть более хитро, наверное, чем хотелось бы сейчас. Чтобы рассказать это подробно, нужно больше времени будет. Поэтому пока мы на этом остановимся, общая формула есть. Они все, эти определители, все связаны общей логикой. И все они являются коэффициентами растяжения вот этих объемов. Ориентированных объемов. Правда, там нужно объемы считать со знаками. То есть таких объемов, которые иногда могут быть и отрицательными при желании. Зависит от того, грубо говоря, в каком порядке для вычисления этого объема рассматривались вектора, на которых был натянут этот параллель пи. Так, ну ладно. Это то, что касается вычисления определителей. Давайте еще посмотрим с комплексными коэффициентами. а плюс би, какую-нибудь матрицу 2 на 2, и у нее определитель. Б, 2а, а минус би. Ну, тот факт, что здесь коэффициенты комплекса ни на что не влияют вообще. Давайте определитель напишем. Надо написать определитель. Ну, комплексные и комплексные. Мы же уже обсуждали, что в комплексных числах арифметика вообще ничем не отличается от действительных чисел. То есть надо забить на то, что здесь висит это и, и манипулировать с ней точно так же, как если бы мы манипулировали с обычным числом, в обычном понимании. Ну, и давайте посмотрим тогда. То есть как определить матрицы 2 на 2? Произведение вот этих, минус произведение вот этих. Надо посчитать. Но произведение вот этих, это будет что такое? Они же сопряженные друг к другу, да? Получится а квадрат плюс б квадрат. Почему? Потому что здесь перед нами разность квадратов. А квадрат минус произведение вот этих. То есть минус квадрат вот этого. Но квадрат вот этого это б квадрат на минус 1. То есть минус минус б квадрат. То есть плюс б квадрат. Так, это мы посчитали Кого? Это мы посчитали произведение вот этих двух элементов А теперь надо еще вычесть вот этих Минус 2 АВ Получилось в итоге типа А плюс Б А минус Б в квадрате Значит, вот это оказалось Другой формой записи для Квадрата разности Вообще говоря, да? Ну, забавно Прикольно А что будет, если мы, например, напишем Матрицу со всякими странными элементами Типа косинус Альфа минус синус Альфа Синус Альфа Косинус Альфа Далее вы узнаете, что эта матрица Соответствует повороту плоскости на угол Альфа Против часовой стрелки Так вот, какой у нее будет определитель? Надо косинус умножить на косинус Да, это будет косинус квадрат Альфа Вычесть этих произведений Вот этих вот элементов Но их произведения и так дают минус То есть, она будет вычесть Минус синус квадрат Альфа А это, в свою очередь Минус на минус даст плюс Да, и это получится единица просто При всех Альфа То есть, если перед нами вот такая матрица Такого вида для некоторого Альфа И просит почитать и определить То он обязательно будет единицей Да Ну, природа этого факта даже более общая Просто, на самом деле, перед нами Ортогональная матрица, так называемая Такая, что она обратна к самой себе Об этом мы тоже пару слов скажем сегодня Про обратной матрицы Такая матрица Ну, не к себе, но к транспонированной себе Определители дают Ну, хорошо, давайте попробую сформулировать Куда их потом можно будет применять Во-первых, определители позволяют понять Являются ли у вас вектора линейно-зависимыми или нет То есть, если вам надо понять про некоторые вектора Образуют ли они базис Вот то, о чем мы сегодня говорили Правда ли, что по ним можно разложить Любой другой вектор пространства С какими-то коэффициентами Но при этом только одним способом Разложить любой другой вектор Ну, не любой другой, а просто любой вектор пространства Разложить только одним способом С единственным набором коэффициентов Правда это или нет Про некоторые вектора Ответ на этот вопрос Это правда тогда и только тогда, когда определитель, составленный из коэффициентов этих векторов, определитель матрицы, составленный из коэффициентов этих векторов, отличен от нуля. То есть если по ним можно разложить все, что угодно, единственным способом, тогда определитель будет не нулем, а если это не так, тогда определитель будет равен нулем. Ну, если их столько же, сколько размерность пространта была. Кроме этого, сами определители, они являются коэффициентами растяжения объема, во сколько раз увеличивается объем. Дальше они будут применяться в интегралах, они будут всплывать, например, при заменах переменных, ровно по тем причинам, потому что коэффициент растяжения ориентированного объема. Правда, там определители будут некоторых матриц возникать со знаком модуля, потому что там нужен объем будет не ориентированный, без знаковый объем, поэтому там будет модуль определителя возникать как такой. Вообще эти определители, они, ну, сложно ответить сейчас на этот вопрос, зачем они нужны, Но они встречаются очень много где. И в каком-то смысле линейные комбинации таких кусочных определителей, они очень сильно используются в геометрии. Они называются внешними формами. Такие линейные комбинации некоторых миноров, некоторых кусков определителей. Определителей кусков от некоторой матрицы. Всяких линейных комбинаций называются внешними формами. И эти внешние формы, там можно интегралы от них брать, можно дифференцировать их и так далее. То есть там некоторые анализы для них можно построить. Очень удобно. И в этих терминах удобно записывать обобщение формулы Нейтона-Лейбница. Если помните, ну или скоро вам расскажут, и мы скоро расскажем, что есть такая формула, которая позволяет считать определенный интеграл через первообразную, а есть ее обобщение для многоменных случаев. И вот обобщение для многоменных случаев, оно записывается не через функции. Интеграл берется не от функции, а интеграл берется от линейной комбинации определителей таких кусочных, кусков матриц. То есть эти определители, они сильно используются в математике. В первую очередь это связано с тем, что они представляют собой коэффициенты растяжения объема после отображения. Ну под действием отображения соответствующего. Если отображение само линейное, тогда у него есть матрица из коэффициентов, с помощью которых записывалось это отображение пространств друг в друга. А у этой матрицы можно посчитать определитель. А если отображение было не линейное, тогда можно, грубо говоря, взять его линейный аналог, линейризовать это отображение в точке, локально, ну или там, ну просто в точке. И у его линейризованного аналога взять матрицу и посчитать определитель. Да, важная вещь получается, но сегодня мы, ну то есть я не имел сегодня целью затрагивать смысл геометрический этого определителя, просто хотел сказать о том, что это коэффициент растяжения ориентированного объема. Но не имел целью затрагивать сегодня геометрический смысл, потому что это надолго тогда. Так, ну давайте посмотрим дальше. Значит, что здесь есть? Посмотрим теперь еще метод Крамера. Мы не обсуждали еще метод Крамера. Ну и все-таки решим эту систему уравнений методом Крамера, которая была у нас изначально. x-2y равно 1, с которым мы вроде как начинали. 2a. 3x-4y равно 7. Что предлагается в качестве метода Крамера? Крамер, наверное, ну по-видимому Крамер заметил, что такие системы уравнений можно решать через определитель довольно хитрым способом. Сразу забегая вперед, скажу, что метод Крамера в моем понимании, я не настаиваю на какой-то объективности, но в моем понимании метод Крамера это что-то типа, ну короче говоря, такая игрушка своего рода. То есть типа, ну прикольно, что да, даже там как-то красиво выглядит, прикольно, что работает, но реально с помощью метода Крамера решать систему уравнений, это означает, что вам нужно кучу определителей вычислять по ходу дела. А чтобы вычислить, если у вас система из 10 уравнений с 10 неизвестными, то для этой системы уравнений можно из коэффициентов составить матрицу и у нее почитать определитель. Но там один определитель, почитать это уже проблематично, то есть руками такое только методом Гаусса можно пробить. А в методе Крамера там придется почитать, ну сколько, 11 определителей, а не 1. И все равно их придется считать методом Гаусса, так зачем-то нужен был метод Крамера, если можно было сразу почитать все методом Гаусса. Поэтому метод Крамера в некотором смысле это просто такая прикольная штука. Давайте посмотрим, ну красивая, красивая штука, и все. Как решается система уравнений методом Крамера? Ну давайте посмотрим на примере системы 2 на 2. Значит если была система уравнений A1, A1, A2, 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 A2. Ну давайте пока запишем это в виде системы, то есть я напишу эти сомнительные x и y. Вот такая была система уравнений. Здесь напишем типа B1 и B2. То есть правая часть выглядела вот так. Ну понятно, да, что здесь под B1 в нашем случае здесь единица стоит, а под B2 в этом случае поднимается семерка, например. Что предлагает метод Крамера? Он говорит, что можно сразу написать готовую формулу для решения этой системы, если у нее была вот такая матрица в левой части, у которой определитель не 0. То есть если слева стояла такая матрица, левая часть была такой, что ее матрица имела не нулевой определитель, то тогда можно написать ответ сразу же, лишь через вычисление определителей. То есть не думать там, ничего не выражать, просто сразу написать ответ. Ну правда для этого придется посчитать определитель. Вот если вот эта штука была отличной от нуля, то тогда Крамер говорит такое, ну давайте обозначим ее через дельту, эту штуку, чтобы не писать это здоровое выражение, ну просто такое компактное обозначение, да. Вот, и он говорит, ну тогда можно написать ответ следующим образом. Можно сразу выписать, что x равно 1 поделить на это число дельта, если оно не 0, тогда на него можно делить. Да, вот такое число, знаменательное засунуть и умножить на определитель матрицы. Определитель же тоже получится числом, поэтому здесь выглядит немного странно, быть может, да, что мы число умножаем на какую-то таблицу чисел в прямых палках. Но это мы на самом деле два числа перемножаем. Вот, а этот определитель получается как? Надо первый столбец у этой матрицы заменить на правый столбец, а второй оставить как было, потому что мы первую переменную выражаем, поэтому первый столбец заменяем. Так, а y, вторая часть решения, вторая координата, получается абсолютно аналогичным способом, только там нужно заменить второй столбец, раз уж она вторая координата, второй столбец надо заменить. Первый оставить таким, каким он должен быть, 2, 1, тут, да. А сюда написать b1, b2. И вот эти выражения посчитать. Ну и логика этого метода Крамера, она не меняется с увеличением размерностей, с увеличением числа уравнений и числа неизвестных. Если у нас одинаковое число уравнений и неизвестных, и определитель матрицы, которая составляется по левой части, восстанавливается, не равен нулю, то тогда всегда мы, чтобы выразить первую переменную, должны написать эту матрицу левой части, но вместо первого столбца написать правую часть. Чтобы выразить вторую переменную, должны написать эту матрицу, но вместо второго столбца написать правую часть. Для третьей перемены третий столбец надо заменить на правую часть и так далее. Ну и везде надо еще в знаменатель засунуть эту дельту. Давайте посмотрим в данном случае, значит, на примере вот этой системы, как это работает. Ну, во-первых, что здесь такое дельта? Пределитель исходной матрицы, да, это 1, минус 2, 3, минус 4. То есть даже в данном случае для системы 2 на 2 нам для метода краймера придется почитать целых 3 определителя, да. Ну, главное, еще для 2 на 2 легко считать определители. Значит, здесь определитель равен чему, получается? Минус 4, вычесть, минус 6. Что там будет? 2, да? Значит, минус 4, вычесть, и здесь минус 6. Ну, то есть он равен 2. Это дельта равна 2, и тогда можно написать ответ. Еще раз повторю, что выглядит-то очень прикольно даже, да? Даже мистически почти что. Значит, тогда x равно 1 поделить на дельту, то есть 1 поделить на 2. В данном случае дельта равна 2, да? И умножить на определитель чего? Ну, надо взять вот эту штуку сюда нарисовать, а вот сюда нарисовать то, что и надо было бы нарисовать. Равно 1 вторая умножить на что? Значит, 1 на минус 4, это будет минус 4. Вычесть. 7 на минус 2. Ну, то есть прибавить 14 в итоге. Равно 1 вторая на 10, то есть 5. Так. А y при этом получается 1 поделить на дельту, то есть 1 вторая умножить на кого? Значит, мы берем эту матрицу, переписываем у нее первый столбец, как надо. 1, 3. А вместо второго столбца пишем правую часть. 1, 7. Что получается? Будет 7. Ладно, вторую оставим. Значит, 7 минус 3. В итоге это будет 2. Ну, кажется, такой же ответ точно мы и получали, да? Ну, можно проверить. 5 минус 4 равно 1. 15 минус 8 равно 7. То есть такой ответ и должен был быть в данном задании. Но, опять же, повторюсь, что здесь пришлось посчитать сколько? 3 определителя, да? Сначала нужно будет эту дельту посчитать, а потом еще вот эти 2 посчитать. Для 2 на 2 не смертельно. Если система 3 на 3, там надо посчитать 4 определителя. Причем каждый из определителей уже 3 на 3. Это уже посложнее, да? Чуть менее приятно. А если у вас система 10 на 10, вам надо посчитать 11 определителей, каждый из которых 10 на 10. Если посмотреть по определению, сколько там, какое там число операций, но оно совсем гигантское получается. То есть у вас 10 факториал слагаемых нужно посчитать будет тогда, что уже совсем немало, да? Да еще каждое слагаемое, оно выглядит как по разведению 10 чисел. 10 факториал на 10, да, операции. Да еще там нужно знаки где-то нарисовать. Короче, это совсем запредельное количество только руками не посчитать по определению. То есть таким образом получается, что для больших систем уравнений с большим числом неизвестных все равно приходится их решать методом Гаусса. Методом Гаусса существенно, просто в сотни раз меньше получается количества операций, а для очень больших систем там в миллиарды раз меньше количества операций, которые нужно проделать. То есть понятно, что на компьютере численно реализуется метод Гаусса в такой ситуации. Ну кто будет готов пожертвовать таким количеством оперативной памяти и таким количеством времени на вычисление, да, просто ради того, чтобы типа использовать метод Крамера, потому что очень хотелось. Думаю, что даже любители метода Крамера не пишут программы для вычисления определителя методом Крамера, потому что это очень затратно. Это локально для матрицы 2 на 2, типа не смертельно, а грубо говоря в каких-нибудь промышленных масштабах, когда у вас матрица миллион на миллион, а такое встречается, причем нередко встречается в математике, есть целый раздел вычислительная математика, который тесно связан с решениями уравнений всяких дифференциальных, но с численными решениями. Оказывается, что дифференциальные уравнения, ну это некие такие специфические, очень специальные виды уравнения, их можно приближать через систему линейных уравнений, но вообще, грубо говоря, чтобы приблизить хорошо, идеально приблизить, нужно написать бесконечно много уравнений с бесконечным большим числом переменных, но понятно, что это недостижимо, но все равно с неплохой точностью получается приблизить тот ответ, который нужен был, который настоящий, который должен был получиться, его получается с неплохой степенью точности приблизить через достаточно большие количество уравнений и неизвестных. скажем там вообще спокойно абсолютно рассматриваться система типа там триллиарды триллиардов уравнений с триллиардами триллиардов неизвестных такое тоже встречается наверное такой же на супер компьютер считается но все-таки но теперь представьте себе когда в основе зато в 10 сотой матрицы до на 10 10 10 даже просто на 10 10 вам нужно почитать 10 10 плюс 1 определители методом крайвера и каждый из них что посчитать но этот кошмар какой-то быть а метод гаусса в принципе на каком-нибудь приличном компьютере позволит довольно быстро все это посчитать реально очень быстро на приличном компьютере вообще прям нажали кнопочку дать и все сразу ответ даже не прям очень приличный компьютер для этого нужен а так работающий более-менее этого уже достаточно будет ну давайте посмотрим для 3 на 3 посчитаем 4 определительно 3 на 3 и потом решим какой матричное уравнение найдем там обратно матрицу так ну возьмем вот например матрицу 3 на 3 2 под буквой г возможно мы ее уже смотрели сегодня 2 под буквой г значит решить систему ранее методом крайвера x плюс y минус 2z равно 2 2x минус 3y минус 3y минус z равно 1 x минус 4y плюс z равно 3 да попробуем 3 на 3 методом крайвера ну тоже на любителя на самом деле значит просто приятно знать что там типа есть как бы сразу готовая формула как по и коэффициентам систему уравнений дай по коэффициентам левой части и по столбцу в правой части сразу как бы написать готовый ответ приятно знать что такая формула есть но это что-то типа решение через дискриминат квадратного уравнения да там тоже на самом деле же просто готовая формула есть для того как записать сразу оба корня у квадратного уравнения но там она сильно используется потому что ну квадратно уравнение удобно выглядит Не надо потратить 100 листов тетрадных, чтобы получить ответ с помощью формулы корней квадратного уровня и через дискриминат. А здесь это аналог той же самой ситуации. Тоже формула есть готовая финальная. Ее можно раскрыть и определить все. И выписать. Я на виде эту формулу через коэффициенты. Но она довольно большая даже для 3 на 3. А если больше писать, то она еще и больше места будет занимать. Но бог с ним место занимать. Она будет считаться тяжело, тяжко будет считаться. Но и место на самом деле тоже надо очень неадекватно много занимать для достаточно больших матриц. Даже для не очень больших, просто достаточно больших. Но что такое 10 на 10? Это большая матрица или нет? Скажем, для вот тех самых численных методов решения диффициальных ухранения это вообще ничто. Это бесполезно. Абсолютно матрица. То есть такое решение, которое получилось для сетки 10 на 10 с помощью матрицы 10 на 10 с помощью системы линейных ухранений, оно вообще, скорее всего, очень далеко от правды. Очень плохо приближает настоящее. То есть абсолютно бесполезно с точки зрения вот этой науки ситуация. Рассматривать матрицы 10 на 10. С другой стороны, для этой матрицы 10 на 10, чтобы записать финальный ответ, сразу развернув все определители формулы крана, ну, наверное, придется очень много места потратить. Тетрадь, наверное, уйдет целиком. Есть такое подозрение, например. Чтобы выписать прям явно полностью весь ответ. А может больше, чем просто исписывать тетрадь целиком. Но давайте все-таки здесь посчитаем. Для 3 на 3 еще жить можно. Как это будет выглядеть. Значит, что здесь такое будет исходная матрица? Дельта будет определитель матрицы с коэффициентами 1, 1, минус 2, 2, минус 3, минус 1, 1, минус 4, 1. И что это такое получается? Значит, это будет 1 на минус 3 на 1, минус 3. Потом этих переложаем. То есть минус 1. Ну, вообще с плюсом коэффициент, но это был минус, да, поэтому минус 1. Еще вот такое произведение с плюсом. Это будет еще там 16, да? Дальше это идет с минусом. Минус 6. Плюс. Минус на минус, да еще на минус, ну так далее минус. Потом вот эти вот идут с минусом, минус 4. И вот эти вот идут с минусом, минус 2. Что в итоге мы получаем? Значит, минус 6, минус 4, это минус 10, это минус 12, минус 16, да? Сокращается с плюс 16, а он 0. Ну и чего? А что? Что должен метод-камера делать в этой ситуации? Да, нулевой детерминат. Ну и все, как бы, типа. Ну и тогда метод-камера говорит, ладно, ладно, ничего не будем делать. То есть он не позволяет в этом случае дойти до ответа. Все равно приходится использовать какой-нибудь метод Гаусса. То есть метод Гаусса – это какая-то вообще фантастическая штука, понимаете, в этом смысле. Он настолько простой, что даже как-то смешно называть это каким-то методом. Это, по сути, метод сложения систем линейных уравнений, ну, там, с какой-то типа полумодификации. Просто коэффициенты делать единицами на каждом шаге. С другой стороны, модифицированный метод Гаусса, который, по большому счету, просто обычный метод Гаусса, но без деления на коэффициенты. То есть оставлять коэффициенты как было, там, подстраиваться, искать множество. То есть, ну, грубо говоря, это почти что и есть обычный метод сложения. Вот этот модифицированный метод Гаусса. Он позволяет считать определители еще, на самом деле. Это еще один метод считать определителей. Давайте попробуем с помощью него чего-нибудь посчитать. Он просто позволяет считать определители. И он гораздо проще их позволяет считать, чем по определению. Ну, просто несравнимое количество операций, опять же, на больших матрицах. И в этом смысле получается какая-то абсолютно уникальная штука. То есть он такой простой, такой абсолютно элементарный и настолько эффективный, что просто кошмар какой-то. Выглядит, как вообще, ну, не знаю, какая-то сказка абсолютная. Как что-то настолько простое может быть настолько эффективнее всех сложных вещей? Вообще непонятно. Ну, то есть, да, типа, там, какая-то правда в простоте или что-нибудь в таком духе. Мы такое часто слышали, но опыт работы с какими-то математическими объектами приучает к тому, что это все-таки не так. Что это, типа, ну, просто красиво звучит, как правило. На самом деле это все равно не так. Но метод Гаусса, он все-таки, как ни странно, является аргументом в пользу того, что вот эта вот красивая фраза действительно правда имеет место. Ну, давайте другую. 3 на 3. Ну, типа, надо будет посчитать там определители в этой системе 3 на 3. Под буквой D. Я надеюсь, там определитель не 0. А эти определители мы посчитаем методом Гаусса хотя бы. Хотя бы их. Ну, вот этим модифицированным, который позволяет считать определители. Значит, 2x плюс 3y минус z равно 4. Это вот другая система, да, уже. x плюс y плюс 3z равно 5. 3x минус 4y и плюс z равно 0. Такая система уравнений. Ну, и давайте найдем дельту через тот самый метод Гаусса, который поначалу, вот для матрицы 3 на 3, он может быть даже покажется сложнее, чем, ну, то, что будет более понятно выглядеть, какие манипуляции нужно делать на каждом шаге. Но пока что, может быть, больше надо написать для матрицы 3 на 3, чем просто выписать по определению. Но потом окажется, что довольно быстро эта ситуация меняется. Очень сильно в пользу метода Гаусса с ростом числа уравнений и неизвестных, соответственно. Значит, как посчитать определитель матрицы, да, исходного? Вот 2, 3, минус 1. 1, 1, 3. 3, минус 4, 1. Ну, нужно проделать ровно то же самое, на самом деле, что и предполагал обычный метод Гаусса. Только не писать правую часть, ну, просто мы хотим, потому что определитель обычной матрицы посчитать, без всяких там расширений. Да, и метод Гаусса говорит, что если мы не будем делить, просто прибавлять будем с коэффициентами строки, так, чтобы их убивать аккуратненько, то дальше будет нам счастье. То есть, определить при этом меняться не будет, поэтому можно написать, что определитель этой матрицы, он на самом деле, давайте я даже буду писать, дед, определитель этой матрицы равняется определителю какой матрицы. Ну, а потом по определению, например, посчитаем, проверим. значит первую строку например оставляем как есть да а здесь что эту строку к ней прибавляем минус одну вторую умноженное на эту строку . строке на грязи стоит но к этому прибавляем минус 1 2 на это это будет минус 3 вторых в итоге минус 1 2 до минус 3 2 плюс 13 прибавить 1 2 это будет ну 7 2 а здесь что будет получаться здесь мы избавились от этого коэффициента мы прибавили минус 1 2 на эту строку сюда минус 1 2 до 0 минус 1 2 так ну да и теперь ну минус что получается здесь тройка на минус 3 вторых таких строк плюс это значит здесь тоже будет 0 значит минус 3 вторых умноженное внутри будет минус 9 вторых минус 4 так напишу это минус 9 вторых минус 4 и здесь будет 3 вторых плюс 1 ну будет 5 вторых ладно давайте попричьи напишем минус 9 вторых минус 4 то что это такое это минус 17 вторых вот но и дальше продолжаем тоже обычный метод гаусса только без делений строк значит это будет 2 3 минус 1 нам самом деле не обязательно заканчивать метод гаусса доводить его до конца стоит понятно на некотором этапе что можно на этом остановиться ночной минус 1 2 1 2 0 минус 1 2 7 вторых остаются а сюда мы дописываем что а мы должны вот к этой строке прибавить минус 17 этих строк чтобы убить этот коэффициент да к ней прибавляем минус 17 этих строк тогда этот коэффициент убьется и будет 0 здесь будет 0 значит минус 17 этих строк да минус 17 на 7 вторых и плюс 5 вторых минус 17 на 7 вторых да это получится если меня минус 17 может и прибавляем эту штуку плюс 5 вторых вот выглядит штука вот так значит утверждается что определить при этих манипуляциях не изменится опять чтобы это доказывать на сначала нормально саму ли что такое определитель и проще доказывает в общем случае сразу же а мы этого не сделали поэтому пока просто как факт об этом скажу что это удобный способ для больших матриц в которых много лет считать такие штуки вот и здесь можно уже определить посчитать папу с помощью определения очень легко можно доказать что всегда вообще для любых матриц каких-то размеров они не были если они так называемые верхние треугольные то у них определить просто произведение элементов на главной диагонали а что значит верхняя треугольная матрица это означает что у нее под главной диагональю всюду 0 и только за ли вот она висит рег de Mcconnell и везде только нули значит ее определить это произвение элементов на главной диагонали того что два на одну вторую лета единицу там минус на низком в итоге на нем с красоты плюс 2 на минус X минус единицу на минус это Это бы просто вот это вот число, да, 17 на 7 плюс 5 пополам. Что такое 17 на 7? 70, 49, 70, 50, 120, значит, это 119 плюс 5, 124 пополам. 124 пополам, все, 62, да? Получилось 62. Давайте проверим, что я нигде не ошибся в арифметике, почитаем по определению еще тот же определитель. Значит, 2, 3, минус 1, 1, 1, 1, 3. 3, 3, минус 4, 1. К сожалению, я ответов не знаю к этим задачам, они очень вычислительные, поэтому давайте перепроверим. Все равно, что получилось. Значит, 2 на 1 на 1 это 2 плюс 27, такая штука, да, плюс вот такая штука, это плюс 4. Дальше минус, ну, это будет с плюсом, это минус. 3 минус, у нас плюс опять получается, это минус. Это что такое, 24, и вот это минус 3, даст. Вот так. Что получилось? 27 плюс 24 плюс 2 плюс 4, да? Но явно не 62, потому что числа, наверное, нечетная. Давайте еще раз. 2 плюс, а, матрицу я правильно переписал? 1, 2, 3. 1, 2, 3, нет. Ну да, вроде бы. Значит, 2 плюс 27, минус 4. Ну, а то ладно. Это не повлияет на четность. Значит, это с плюсом, это с плюсом, и вот это тоже с плюсом. А, здесь минус, минус, а если раз с плюсом, нет, было правильно. Затем с плюсом идет тройка, с плюсом идет 24, но с минусом идет тройка. То есть, опять же, это ошибся до вычисления. А что получилось здесь? 2 плюс 27 плюс 24 плюс 4. 27 плюс 24, это что это? 51 на 51. 51 плюс 6. Да, 57, а здесь получилось 62. Такое ощущение, что я где-то не туда добавил, да? Они отличаются на 5, как будто я с неправильным знаком что-то вычислил. Ну, давайте еще раз переписали, как было. К этой штуке прибавили минус 1, 2 на эту. Значит, здесь будет минус 3 вторых плюс 1, минус 1 вторая. Здесь будет 1 вторая плюс 3. Ну, 7 вторых, да. К этой штуке мы прибавляем вот эту умножу на минус 3 вторых. Значит, к этой строке вот эту на минус 3 вторых. Это даст 0. Значит, минус 9 вторых, минус 4. То есть, минус 9 вторых, минус 8 вторых, минус 17 вторых. И 3 вторых плюс 1. 5 вторых. Это пока вроде правильно. Значит, здесь где-то ошибка, да? Значит, это переписали, это переписали. А теперь мы 17 таких строк, минус 17 таких строк прибавляем вот к этому. А, ну, потому что здесь я неправильно записал, да? Вот так. Минус 17 этих строк, это вот это будет. Их надо было прибавить. То есть, не надо было писать плюс 5 в числителе. Плюс 5 вторых. Это отдельный плюс. А так у меня получался, как минус раскрывался. Короче, получается в итоге... Что это такое? Это минус 119 пополам. Но плюс 5, минус 114 пополам, это как раз и есть 57. Ну вот, мы восстановили историческую справедливость. Короче, смысл в том, что здесь вычисления получаются посложнее для матрицы 3 на 3 таким методом, да? Как обычный метод Гаусса, но только без деления на коэффициенты. То есть, когда мы строки не делим на коэффициенты, мы к строке тоже прибавляем с какими-то коэффициентами другие строки. Но при этом мы не записываем строку, разделенную на коэффициенты. Метод Гаусса обычный, ну, типа он предполагает такой шаг тоже, да? Тоже фактически мы складываем просто уравнение в системе, по большому счету, и все. Вот, для матрицы 3 на 3 он чуть посложнее получается, чем если просто вот через эту мистику посчитать, да? Через мнемонические правила эти. Ну, давайте посмотрим еще один способ через алгебрическое дополнение. Или чего? Или перейдем лучше к обратной. Давайте лучше перейдем к обратной, чтобы сильно не затягивать. Как можно по матрице восстановить обратную матрицу? Ну, есть несколько способов. Вообще, что такое обратная матрица? В принципе, да, если у нас есть... Давайте все уберем. Я попробую отойти куда-нибудь влево. Значит, вот если у нас есть матрица А, что называется обратной матрица? А в минус 1. Ну, понятно, что это не один разделить на А, потому что один разделить на матрицу, это не очень понятно, что такое вообще, да? Это неопределенная какая-то вещь. Что такое тогда А в минус 1? Как она определяется? Это такая матрица, что А умножить на нее... Давайте так, напишем А в минус 1, это В. Это такая матрица В, что А на В то же самое, что В на А произведение матрицы. И равно Е. А что такое Е? Еще иногда пишут И или пишут единицу просто. Это единичная матрица, так называемая. Единичная матрица – это матрица, у которой на главной диагонали стоят единицы, а всюду, кроме главной диагонали, стоят нули. Ну, как-то вот так ее можно записать. Я запишу здоровые нули. Ну, то есть, например, единичная матрица 2 на 2, она выглядит вот так. Единичная матрица 3 на 3 размерами выглядит вот так. Сейчас. Да, все это очень знакомые вещи. Единичная матрица 3 на 3 выглядит вот так. То есть, что это такое? Это просто обратный элемент, на самом деле, относительно операции умножения матриц. Обратная матрица – это в точности обратный элемент относительно операции умножения матриц. А вот эта штука – это нейтральный элемент относительно операции умножения матриц. Можно убедиться, что какую бы мы матрицу на самом деле не умножали на эту единичную матрицу, в каком порядке мы их не умножали, всегда будет получаться та самая матрица, которую мы умножали на единичную. Так всегда работает для всех матриц. Ну, а единичные матрицы – они всегда квадратные, поэтому здесь все матрицы предполагаются в этом произведении квадратными. Чтобы написать такое произведение, надо, чтобы все матрицы, ну да, вообще на самом деле, что-то такое, написать все оба произведения здесь, и надо, чтобы матрицы были квадратные. Единичная матрица, она всегда квадратная, типа 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, но бывают и не квадратные матрицы. Мы сегодня их вроде как не рассматривали, но понятно, что бывают не квадратные матрицы, потому что может быть так, что у системы не совпадает, что неизвестно, как число уравнений. В принципе, ничего страшного, да, ну просто матрица не квадратная, а так процесс решения системы уравнений точно такой же, как то, что мы уже сегодня смотрели. Просто можно там при желании дописать к этой матрице еще строку из нулей и решать систему ленинных равнений, как обычно. Но определитель у не квадратных матриц не считается никак, он не определен. Нет смысла говорить, что определитель равен нулю у не квадратной матрицы. Нет смысла что-то дописывать к ней и пытаться сделать из нее квадратные матрицы и считать определитель вот такой по определению. Просто говоря, что если матрица не квадратная, если она размера n на m, n строк, m столбцов, и это не одинаковые числа. Тогда у нее не существует определителя для нее. Ну и обратной матрицы тогда для нее тоже не существует на самом деле, но может быть односторонняя обратная. Вот. Значит, обратная матрица A-1 обозначается вот так. А определяется она так, что это такая матрица B, что A на B равно B на A равно единичной матрице. А единичная матрица выглядит вот так всегда. Ну вот так. Определяется, характеризуется она сильно вот таким свойством. То есть это просто нейтральный элемент по умножению. Правда матрицы относительно умножения группу не образуют Это связано с тем, что не у всех матриц есть обратные элементы относительно умножения Ассоциативность умножения матриц она есть Потому что на самом деле умножение матриц это композиция отображения по большому счету Просто координатная запись композиция отображения А мы знаем, что у композиции отображения всегда есть ассоциативность Поэтому из-за этого факта наследуется и ассоциативность произведения матриц То есть ассоциативность есть, нейтральный элемент относительно умножения есть Но не у всех есть обратное относительно умножение Мы сейчас тоже посмотрим на такие примеры. Это означает, что они группы по умножению не образуют сами по себе. Но ничего страшного. Давайте попробуем определиться с тем, как считаются обратные матрицы. Есть несколько способов считать обратные матрицы. Ну, давайте на примере какой-нибудь посмотрим разные способы. Смотрите обратную матрицу к матрице А. Ну, давайте сразу 3 на 3 возьмем. Нет, давайте сначала вот такой. 1, 2, 3, 4. Вот была матрица А. Как найти к ней обратную матрицу, которая определяется через вот эту вот. Ну, какие есть способы? Есть способ сделать следующим образом. Можно записать эту матрицу 1, 2, 3, 4. Так, расширить ее сюда в качестве права расширения написать единичную матрицу. А затем вот этими вот преобразованиями, которые мы используем сегодня в методе Гаусса, добиться того, чтобы здесь матрица стала единичной. Тогда то, что получится после этого здесь, будет обратной к ней матрицей. Тоже почти мистически выглядит. Значит, давайте добьемся того, чтобы нашей манипуляцией, того, чтобы здесь стала единичная матрица. Для этого нужно что сделать? Ну, 1, 2 пока перепишем. 1, 2, 1, 0. Значит, к этой строке прибавим минус 3 этих строки. Здесь встанет 0. К этому прибавим минус 3 таких штоков, и будет минус 2. К 4 прибавляем минус 6. К этому прибавим минус 3 этих штоки. Будет минус 3. Ну, да, вот так. Затем, что можно написать? Можно написать, что... Здесь разделим на минус 2. Это будет 1, 2, 1, 0. 0, 1. 3 вторых минус 1 вторая. А затем мы убьем вот эту двойку, прибавив к этой строке вот эту с коэффициентом минус 2. Получится 1, 0. 0, 1. А здесь что мы прибавим? Значит, минус 2 таких строки прибавляем к этому. Минус 2 на эту штуку даст минус 3, и прибавляем к этому, даст минус 2. Минус 2 умножаем на эту штуку, это даёт единица, и прибавляем сюда, будет 1. А здесь будет также 3 вторых, и минус 1 вторая. Вот если здесь меня хотя бы арифметика не подвела, то тогда некоторая теорема, которую мы оставим без доказательства пока что, гласит, что вот здесь у нас получится обратная матрица, к матрице А. Но давайте проверим, получится или нет. Минус 2, 1, 3 вторых, минус 1 вторая. Если мы их перемножим, что получится на выходе? Ну, перемножаем, значит, минус 2 плюс 3. Минус 2 плюс 3, это единица. Затем 1, минус 1, это 0. Теперь вот здесь, перемножаем, чтобы сюда написать, да? Минус 6 плюс 6, это 0. 3 минус 2, это 1. Ну, вот она получилась. По крайней мере, в таком порядке мы правильно умножили. Да? Ну, для квадратных матриц, на самом деле, если в одном порядке получилось е, то в другом порядке тоже получится е. Вот. То есть, такой способ позволяет вычислить обратную матрицу. Просто надо те же манипуляции, которые мы уже сегодня проводили, в методе Гаусса, да? Что уже совсем как-то переполняет его с мыслями. Он и так такой классный, да? Да еще и просто проворачиваете метод Гаусса в такой вот ситуации, да? И справа у вас получается обратная матрица к той, которая была изначально. Да, реально снова Гаусса решал. Вообще какая-то мистическая, практически штуковина. Он же абсолютно элементарный, да? А оказалось, что он такой крутой. Вот. Ну, и так работает, на самом деле, для всех размерностей. Для матриц всех размерностей. Но понятно, что, чтобы он сработал вообще, в принципе, да, матрица должна быть обратимой. То есть, у нее должна быть, должна существовать обратная матрица. Если мы знаем откуда-нибудь, что она существует, тогда методом Гаусса мы ее найдем. А какой есть простой критерий существования обратной матрицы? На самом деле, можно сформулировать простой критерий существования обратной матрицы. Существует обратная матрица, рассматривая матрица А. То есть, давайте напишем, А в минус первой существует. Ну, тоже без доказательства пока что. Тогда и только тогда, когда определитель исходной матрицы, вот опять определитель всплыл, да, не равен нулю. Ну, как ни странно, тогда и только тогда, когда определитель не равен нулю. Но если интерпретировать матрицы как наборы коэффициентов отображений, которые определяют отображение, а, пушка галстон, ну да. Значит, если интерпретировать матрицы как наборы коэффициентов, которые задают линейное отображение, то здесь написано, что обратное отображение существует, тогда и только тогда, когда коэффициент растяжения объемов у исходного отображения был ненулевым. Что означает нулевой коэффициент растяжения объема? Давайте просто в двух словах попытаюсь сказать. Нулевой коэффициент растяжения объемов означает, что то, что было параллелепипедом, склеилось в параллелограмму. То есть это отображение необратимое, оно что-то склеило, у него значит нет обратного. С другой стороны, если ненулевой параллелепипед перешел в параллелепипед с ненулевым ориентированным объемом, значит ничто не склеилось никуда. И значит есть обратное отображение. То есть по большому счету геометрически это интерпретируется очень просто. Существование обратной матрицы означает, что есть обратное отображение к тому, которое задавалось вот такой таблицей коэффициентов. А оно есть тогда и только тогда, когда определитель не 0, то есть когда ориентированный объем умножался по действиям этого отображения, растягивался не в 0 раз. Вот, собственно, и все. Но, конечно, это не доказательство этого факта, это просто некий способ понять, почему это так, откуда вообще, какова природа вот этого критерия, почему это тогда и только тогда. И вот если мы знаем, что у исходной матрицы определитель не равен 0, если он не 0, тогда метод Гаусса доведет нас до успеха. Ну, а если у нее нет обратной матрицы, то метод Гаусса покажет это тоже. То есть у нас просто станет понятно на каком-то этапе, что нельзя продолжить делать действия в рамках метода Гаусса так, чтобы дойти все-таки до единичной матрицы. Это будет очевидно, допустим, строка из нулей нарисуется и все. Понятно, что уже тогда не получить матрицу вот такого вида, если на каком-то этапе возникла строка нулей. Но это и значит, что матрица необратима тогда. То есть метод Гаусса показывает, что у нее нет обратной. Урассматриваем матрицу. Ну, давайте еще какую-нибудь посчитаем обратную матрицу, но другим способом уже. Не через метод Гаусса, а как-нибудь еще. Ну, вот, например, обратная матрица к 2, 5, 6, 8. Вообще-то можно написать готовую формулу к обратной матрице. Как выглядит обратная матрица А в минус 1. Ну, или давайте лучше на примере матрицы 3 на 3. Для этого нам понадобится понятие минора. Мы его сформулируем. Матрица в этом 3 на 3 какой-нибудь. Скажем, вот эту 1, 0, 0, 1, минус 1, 0, 1, 0, 1. И попробую у нее почитать определитель. А, ну, почитать обратную книгу, да? Если это А, то А в минус 1 нас интересует. Если это была А, тогда что такое А в минус 1? Ну, вот способ, который позволяет Я, он чем-то похож на метод Краймера в этом смысле, который позволяет явно вычтить обратную матрицу. Но он все равно удобнее, чем метод Краймера в каком-то таком буквальном смысле. И в том плане, что его чаще использует. Намного чаще использует, чем сам метод Краймера для решения уравнений. Даже для систем больших, с большим числом уравнений, для вычтения больших обратных матриц, к матрицам, у которых большие размеры, или n на n, типа, да, квадратные матрицы, но с большим числом 100 и таким же соответствующим стоп-соп. Все равно иногда такой способ применяют. Значит, как он формулируется? Нужно написать 1 поделить на определитель, на деда. Вот уже видно, да, что если бы определитель был равен 0, то на этом этапе уже бы ничего не получилось. А дальше нужно написать такую странную штуку. Давайте я пока сюда напишу некие коэффициенты. b1.1, b1.2, b1.3, ну и так далее. Вот как заполняются эти коэффициенты? Ну, примерно, еще я думаю, что минут 15. А как заполняются эти коэффициенты? Значит, ну, это так называемые алгебраические дополнения, или после умножения на знак они алгебрические дополнения. Короче, смысл такой, что способ вычисления обратной матрицы через вот эту штуку, он предписывает сделать следующее. 1 разделить на определитель. Вот это число нужно будет умножить потом на все элементы матрицы. Умножение числа на матрицы, значит, нужно число умножить на каждый элемент матрицы по отдельности. То есть, ну, по координатному умножить, грубо говоря, поэлементно. Значит, вот это число мы будем умножать на кого? На это место надо написать алгебрическое дополнение до элемента, который у старой матрицы стоял на этом месте. То есть, мы берем вот этот элемент, который стоит на первом месте, вычеркиваем строку и столбец, в которых он стоял. Получается нечто, у чего можно прочитать определитель. И вот этот определитель сюда и пишем. Мы пишем его сюда со знаком, но пока что давайте так. Короче, пишем сюда этот определитель. Этот определитель вот такой матрицы равен минус 1, да? Сюда пишется минус 1. Но то, что я только что сформулировал, не является общим правилом. Просто в данном случае упрощенная формировка была такой. А как общее правило? А как понять, что надо написать на произвольное место, не только на место 1.1? Значит, чтобы понять, что он написает вот сюда, на место в первой строке и втором столбце, нужно взять элемент... Нужно взять элемент наоборот в первом столбце и второй строке, то есть вот этот, его вычеркнуть, ну, точнее, вычеркнуть строку и столбец, который он вычеркал. Получится опять какая-то матрица. Ну, если игнорировать то, что здесь что-то было, оно же вычеркнуто, можно игнорировать. Получится опять какая-то матрица. Надо взять ее определитель, но посчитать его теперь со знаком минус. Почему со знаком минус? Потому что первый столбец, вторая строка. Сумма нечетная у единицы и двойки. Поэтому со знаком минус. Но здесь определитель будет равен нулю, поэтому с любым знакомом будет ноль. Получится ноль. Так, сюда теперь что надо написать? Здесь он стоит, элемент в первой строке и третьем столбце. Сумма 1 плюс 3 четная, Поэтому знака минуса не будет, там будет просто плюс. Но сюда надо написать тот определитель, значение определителя, который получится, матрица для которого получится, вычеркиванием элемента, стоящего наоборот в первом столбце на третьей строке. Здесь стоит в первой строке, в третьем столбце. Значит, надо вычеркнуть вот этот элемент и все, что он выбивал, да, вот так вычеркнуть. Останется вот такая матрица, и у нее нужно взять определитель. Значит, ну он тоже будет 0. В данном случае. Теперь сюда надо написать со знаком минус, потому что вторая строка первых столбец их сумма нечетная. Нужно написать со знаком минус определитель той матрицы, которая получится, если вычеркнуть элемент в первой строке и во втором столбце. Если вот это вычеркнуть, вот так, вот так, то тут были единицы. Давайте их до восстановим. Значит, тут стояли единицы. А тут 0,1. И мы вычеркиваем вот этот элемент. Чтобы написать сюда, мы берем со знаком минус результат, взять определителя, после вычеркиваем вот этой штуки. Это будет 1. 1 на 1 даст 1. Минус вот этот 0, да? Ну, значит, в итоге это будет единица. Ну, так надо взять другим знакам, то будет минус 1. Короче говоря, понятно, что этот процесс получается посложнее, чем метод Гаусса, откровенно говоря. Ну, если вам нужно, грубо говоря, какую-то финальную формулу запрограммировать, то финальную формулу можно запрограммировать в таком виде, если у вас есть возможность написать циклы. вместо того, чтобы писать метод Гаусса. В метод Гаусса нужно больше строк кода написать, грубо говоря. Если нужно запрограммировать, то метод Гаусса нужно руками написать больше строк кода, чем если описывать вот такой алгоритм. Потому что он алгоритмически все делается, через цикл загоняется, и строк кода надо написать немного. Но реальное вычисление здесь намного-намного больше, чем в методе Гаусса. То есть сам компьютер будет сжижать память здесь гораздо сильнее, чем в методе Гаусса при вычислениях. Поэтому метод Гаусса подольше писать, зато потом получше живется с ним ну давайте закончим, ладно, эти вычисления значит здесь элемент 2,2 вычеркиваем его же, потому что тот, который стоит во второй строке во втором столбце, нам нужно только, который стоит во втором столбце во второй строке, то есть он же вычеркиваем его, а 2 плюс 2 это 4 число четное, значит другого знака не будет, да, минуса не будет значит если мы это вычеркнем, что останется? 1,0, 1,1, да, определить будет 1 на 1 1, минус 0 1 1, значит такая штука как раньше математика без компьютеров считали ну большие системы уравнений они считали, как ни странно просто считали руками грубо говоря, они забивали на то, что это тяжко и просто считали в ходе случаев, что раньше, например можно было встретить какие-нибудь диссертации которые, если выложить вот так, то получалось там, ну не знаю, 100 метров дорожка если просто листы диссертации выложить с вычислениями то есть приложение диссертации там, где не какие-то содержат теоретические результаты а где просто вычисления приводятся, которые привели к окончательным результатам и можно было встретить такие приложения в которых там, ну 100 метров получается с листы выложить просто совершенно сумасшедшие вычисления руками можно было встретить то есть люди просто, ну какие-то совсем были безумные они просто считали и все на пофигу ну ошибку, наверное, да я могу себе представить эмоции такого человека, который такое написал и потом понял, что у него где-то ошибка и возможно в самом начале еще это страшное дело ладно, что там дальше получается значит, чтобы вот этого надо такую вычеркивать, да такую вычеркиваем сейчас, если я вычеркну вот так останется 1, 0, 1, 0 а прилиц будет 0 чтобы написать для вот этого нужно значит, первый третья строка, первый столбец нужно вычеркнуть все, что выбивает он и взять прилиц со знаком плюс потому что 1, плюс 3 значит, прилиц со знаком плюс даст минус единицу надо еще не забыть потом на прилицах разделить теперь, чтобы для него надо вычеркнуть вот это вот ну точнее, вот в этой матрасе да, на самом деле вот так и вот так и взять со знаком минус потому что сумма нечетная значит, вот так и вот так остается 1, 0 1, 0 ну, это 0 все а здесь уже не может быть 0 так, а что здесь получится со знаком плюс будет потому что сумма коэффициентов 3, 3 индексов четные значит, надо его же вычеркнуть потому что третий столбец, третья строка третья строка, три столбец короче, его же вычеркнуть получается 1, минус 1 1, 0 это будет минус 1 ну, минус 1, короче вот так ну и давайте проверим, что а что проверим надо еще определитель A знать да, чтобы написать окончательный-то ответ а что такое здесь определитель A ну да короче это мы теперь избавлены с этими вычислениями когда-то люди делали кошмарные вещи руками но опять же вот представь себе вы читаете чудо работаю вы как бы но проверяйте финальный результат интересный интересующий вас и вот есть огромное количество вычислений для этого результата будете ли вы перепроверять такую работу подробно да ну надо очень сильно хотели перепроверять с другой стороны и вот вы не проверили как можно ли верить им результатом или нет ведь понятно что там ну не так уж сложно допустить ошибку надо в этих вычислениях как доверять таким результатом мне кажется когда целая отдельная проблема философская как относиться к таким работам в итоге ладно что там с определителем это математом давайте посчитаем значит через мнемоническое правило она кстати верхние треугольные точнее нижние треугольные поэтому то есть у нее под главный диагональ над главной диагональю не только нули она сама нижняя за ул міне все что есть все происходит снизу поэтому ее определит на самом деле тоже произведение элементов на boleh диагонали но давайте в этом убедимся на чтобы такое-то быть минус один а дальше это 0 это 0 потому что из мышця ну это ноль это ноль это ноль но все определено минус 1 насчета штука это минус 1 и тогда вы того дня первое нужно поделить на минус 1 то есть до множественными словами на минус 1 и что получится? 1, 0, 0, 1, минус 1. Ну, надо всех, всех по очереди домножить на этот коэффициент. 1, 0, 1. Так это исходная матрица, как будто бы нет. Сейчас. Но это в точности она и получилась. Она получилась обратно самой к себе, что ли? Ну, давайте проверим. То есть она как будто обратно к самой себе. Сейчас переносим, посмотрим, получится единичный или нет. Примножаем, смотрим. Значит, что там будет? 1, 0, так, 0, 0, 0. Дальше 1, минус 1, в итоге 0, 0. Потом 0, 1, 1 дает. Эта штука, что там? Обаляется, все обнуляется. Теперь тут. 1, 0, 1. А, что-то не сработало. Где-то у меня ошибка, да, должно быть? 1, плюс 0, плюс 1. Это 2. Значит, где-то у меня... Многие вещи, мотивации, держатся на таких впечатлениях. Да не, я не думал, что прям уж реально многие вещи держатся на таких впечатлениях, но где-то вот у меня, например, да, даже не таких уж больших впечатлениях. Я, короче говоря, уже избалованный, избалованный этими вычислительными возможностями человек, я уже, видимо, не способен так сходу нормально без ошибки посчитать, к сожалению. Где-то у меня закралась ошибка, потому что... А, нет, стоп. Или закралась все-таки. 1, плюс 0, плюс 1. Ну да, 2. Не получилось единичной матрицы. Что-то сломалось. Давайте ее дочитаем, чтобы привезли до конца. Какая-то неправильная матрица, да, она делает неправильный мед. А чего же, что эта двойка-то не получилась? Ну ладно. Тогда можете самостоятельно перепроверить эти вычисления. Еще раз. Ну, ничего не поделаешь. 1, плюс 0, плюс 1, 2. Значит, это неправильно обратно матрица. Ну ладно. Значит, это не ортогональная матрица. А, нет, нет, не обратно к самой себе. Короче, есть вот такой метод. Саму методологию я правильно описал, но, видимо, где-то обшився. В вычислениях. Саму логику метода. Ну, понятно, что, наверное, все-таки удобнее тогда через метод Гаусса. Уже для 3 на 3, через вот этот тип метод Гаусса, да, только без деления на коэффициенты. Ну, точнее, наоборот, не без деления на коэффициенты, а. Метод Гаусса, который предписывает нам получить единичную матрицу слева. Вместо того, ну, дописать ее справа, а потом эти действия получить ее слева. Он попроще получается. Все, ну и давайте последнее, что мы рассмотрим, это решим матричное уравнение. Под буквой А в пятом номере есть матричное уравнение. Что под этим понимается? 1, 2, 3, 4. Такая матрица умножается на х. Давайте обзовем через А. Через Б обзовем матричное уравнение, которая стоит справа. 3, 5, 5, 9. И уравнение имеет вид А на х равно Б. А и Б мы знаем, надо найти х. Как посчитать вот эту вот матрицу х так, чтобы получилось решение этого уравнения? Ну, как ни странно, это тоже решается через тот же самый метод Гаусса, фактически. Только надо, ну, наоборот, получить... Там как было? Нам нужно было получить обратную матрицу. То есть мы решали уравнение, фактически А на х равно Е. И мы говорили, что вот мы пишем АЕ, а дальше метод Гаусса перегоняем эту штуку, наоборот, в Е, тогда здесь будет А в минус первой. Ну, а решение этого уравнения можно сделать аналогично. Написать АБ. Тогда если мы здесь перегоним в Е, например, то что мы получим там? Не помню, с какой стороны А в минус первой. Можно дописывать, ладно. Или проще просто сказать, что можно вычислить обратную матрицу. То есть не возить с этим манипуляцией. Проще просто сказать, что можно вычислить обратную матрицу, если она обратима, если у нее есть обратная матрица, а у нее вроде бы как есть, да, мы сегодня проверяли это. Можно домножить на А в минус первой слева, и получится х равно А в минус первой Б. Но вообще-то говоря, произведение матрицы, оно не коммутативно, поэтому здесь принципиально важно, что нажать надо слева, на обратную матрицу. У нее определительный ноль, значит, у нее обратная матрица есть, но тогда х это просто а в минус первой b. А как найти а в минус первой? Ну, можно через тот же метод Гаусса, да, опять найти. Ну, или давайте здесь найдем а в минус первой, через тот странный метод, через дополнение все кидаете. Значит, один поделитель на ее определитель напишем, а ее определитель это 4 минус 6. Минус 2. И это умножается на что? Значит, для этого элемента нужно его вычеркнуть, останется четверка и взять ее с плюсом. Да. Получается так, для этого элемента нужно вычеркнуть вот это все, останется двойкой, взять его с минусом. Вот минус 2. Теперь для этого элемента нужно вычеркнуть все вот это, точнее, чтобы написать сюда, нужно вычеркнуть все вот это, и взять с минусом, вот минус 3. Ну, а для этого надо вычеркнуть все вот это, здесь плюс, а это будет 1. Вот так выглядит по-видимому обратная матрица тем методом, если считать тем методом, который у меня только что где-то в арифметике не получилось посчитать. Значит, что это в итоге будет? Это будет, надо на минус 1 вторую умножить, это будет минус 2, 1, минус 3 вторых, только с плюсом, и минус 1 вторая. Такая обратная матрица получилась. Тогда в качестве ответа можно написать, что x, единственное решение этого уравнения, оно равно вот это умножить на b. Так мы найдем ту матрицу, которую можно написать в качестве x, единственное, да, так, чтобы это было верным равенством. Так, это мы а в минус 1 нашли, ну и на b. 3, 5, 5, 9. Давайте только проверим, что она все-таки обратно к этой. Значит, если я перемножу тогда а на а в минус 1, и что здесь получится? Значит, минус 2, плюс 3, это 1. 1, минус 1, это 0. Минус 6, 6, 0. 3, минус 2, это 1. Ну да, эти взаимно обратно. Здесь правильно получилось по 4. Вот, это обратная матрица. Тогда в качестве x получается что? Ну, получается, что если мы их перемножим, значит, будет минус 6, плюс 5, будет минус 1. Здесь будет минус 10, плюс 9, это будет минус 1. Здесь будет 9 вторых, минус 5 вторых, это будет 4 вторых, то будет 2. А здесь будет что? 10, нет, 15, 15 вторых, минус 9 вторых, это будет 6 вторых, это будет 3. Ну, вот такой ответ получается в этой задаче. То есть x равно вот этому. Но это связано с тем, что матрица A была обратима. Если бы матрица A была не обратима, то все было бы хитрее, там бы получалась неоднозначность. Ну или не существует решения, или их сильно много было бы. То есть там тогда нужно было бы отдельно смотреть. Ну а под буквой B тоже самое уравнение, только там нужно было бы умножать на обратную, то есть там под буквой B уравнение, оно имеет вид для некоторых матриц A и B, уже новых, оно имеет вид xA равно B. Ну и если вот эта матрица обратима, тогда на ее обратную можно доносить этот уравнение справа. Получится xA в минус 1, ну то есть просто x равно B на A в минус 1. Вот, так что матричное уравнение тоже решается несложно. Ну сегодня в итоге получилось опять сильно много, к сожалению. Я хотел не сильно много, но... Ну этот листочек, который мне подготовили, которого я не видел, типа, в качестве такого челленджа, да, оказался великоват для того, чтобы не сильно много было. Ладно. Ну давайте на этом тогда мы сегодня закончим. Надеюсь, что более-менее что-нибудь пояснилось, хотя бы с точки зрения того, как алгоритмы выглядят при работе с матрицами. На пару через 6 часов, сначала что стоило. Держитесь там. Давайте. Всем успехов, всем удачи. Если нет никакого вопроса, то на этом закончим. Ну, про геометрический смысл, понимаете, то есть сегодня мы про алгоритм поговорили, про геометрический смысл поговорили так, чисто просто, как бы я сформулировал, какой геометрический смысл имеет определитель и так далее. Но, так как мы непредметно об этом говорили, а просто произнесли, как заклинание эти слова, это можно было не успеть почувствовать. Но это все нагонит вас, не переживайте на этот счет, когда у вас будет прямо рассматриваться отображение в аналитической геометрии, или в линейной алгебре, или просто там, где у вас матрица возникает. Там все равно с помощью матриц отображения строящиеся будут возникать, и там это все станет понятно. И не один раз еще будет сформулировано и доказано, почему. Ну и у нас тоже это все будет более предметно, еще рассказ про определитель. Вот, ну ладно, тогда на этом на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.